Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио, Алексей Орлов Сегодня у нас по одному из современных календарей 27 сентября 2016 года, вторник По одному из старинных седьмой день месяца Божественного начала 7525 лета неделя Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме Рецепт спасения мира, стар как сам мир И автор соведущий Сергей Колобов Здравия, Сергей Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, Славянская радиослушатель Я в эфире, да? Да, 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 конечно Алексей, мы с вами договорились о том, что проведем диалог по этой теме еще где-то месяц назад Было дело Мне бы хотелось бы задать вам вопрос один Можем ли мы как бы определиться, интересно ли в настоящий момент нашим слушателям вообще вопрос спасения мира Может быть мы поднимаем тему, которая, собственно говоря, никого не волнует Может быть нам только кажется, что этот мир надо спасать Вот вы лично как думаете? Так, значит, вопрос многогранный Я хочу ответить, прям сразу напрашивается такой ответ Здесь вопросы задаю я, но поскольку вопрос прозвучал То, конечно же, отвечу, что спасение мира Это вопрос, который мучил наших предшественников Мучает многих сегодня И, я думаю, будет мучить многих после нас Это зависит от того, что мы оставим после себя Поэтому тема рецепт спасения мира актуальна Это первая часть А вот вторая часть стар, как сам мир Это означает, что есть какой-то уже сам рецепт И вот мы его постараемся озвучить Ну, естественно, что Сергей не просто к нам пришел У него есть своя какая-то версия теории по этому поводу Как это все можно сделать Но помимо нас, Сергеем, еще присутствуют незримо с нами наши друзья-радиослушатели Которые в чате могут также написать А вообще, на ваш взгляд, мир-то спасать надо А если надо, то какие рецепты, какие варианты спасения вы себе представляете Делитесь своим представлением об этом Ну и мы будем от вас уже как-то отталкиваться И, как всегда, ваши вопросы, реплики Которые в чате Народного славянского радио появляются Мы будем озвучивать Ну, а сейчас я передаю слово все-таки Сергею Для того, чтобы теперь он уже озвучил свою точку зрения И, может быть, поделился рецептом А дальше я буду, по возможности, быть медиатором между Сергеем и чатом И какие-то, может быть, вопросы от себя задавать Чтобы у нас получился полноценный диалог И мы разобрались в этой теме Пожалуйста, Сергей Спасибо, Алексей Что бы мне хотелось сказать по этой теме Дело в том, что действительно мы живем в мире, который С одной стороны, можно сказать, что он совершенный Потому что он создан, скорее всего, каким-то высшим разумом Но, с другой стороны, каждый из нас чувствует, что что-то в этом мире, наверное, нас не устраивает Нам не нравятся, к примеру, такие явления, как коррупция Какая-то агрессия со стороны людей Нам не нравится, наверное, каждому не нравится, что у нас мало ресурсов для того, чтобы мы могли развиваться Нам всегда чего-то не хватает В общем-то, может быть, конечно, надо понимать, что и сам процесс развития идет Исходя из этих потребностей человека Но все-таки основная масса людей, как мне кажется, чувствует, что все-таки этот мир как-то нужно поменять Нет того уюта, того комфорта, который бы мы хотели чувствовать, находясь в нем И я для себя понял один очень важный момент Что очень много проблем связано с тем, что людям не хватает именно ресурса Для того, чтобы чувствовать в этом мире себя уютно И основным ресурсом таким являются деньги Я так думаю, что если мы, допустим, сейчас бы смогли связаться с нашими слушателями И задать им вопрос Скажите, пожалуйста, а есть ли среди вас люди, которые считают, что у него очень много денег Что у него лишние деньги Или что, собственно говоря, он может ими поделиться с другими людьми Наверное, таких бы людей в зале, скорее всего, не оказалось Потому что каждый человек считает, что ему не хватает этих ресурсов То есть сразу такое уточнение То есть сейчас, я так думаю, что у наших радиослушателей после такого вступления Появится представление, что Сергей говорит, что единственное спасение мира Это достаточное количество денег Рецепт спасения мира Или все-таки это просто был подвод к основной теме? Это, скорее всего, подвод к теме Потому что рецепт и решение задачи именно спасения мира Он кроется в более глубоких, конечно, понятиях Хорошо Извинение отношений между людьми Как раз я просто уточнил это для того, чтобы страшные радиослушатели сказали Ну вот, опять про деньги будем говорить, и только об этом Да, но все-таки мы все равно будем говорить про деньги Потому что нам нужно что сделать? Нам необходимо изменить отношения между людьми таким образом Чтобы в этом мире мы чувствовали себя комфортно И, как ни странно, но именно деньги могут помочь нам именно эту задачу решить Хочу обратить внимание на то, что, наверное, не секрет ни для кого из нас Что в этом мире огромное количество денег Их очень много И, по сути, они, наверное, в разы превышают тот эквивалент, на который они рассчитаны То есть деньги – это эквивалент товаров плюс услуги И вот печатный станок не останавливается Огромное количество денег находится на руках у людей И в то же время нам катастрофически не хватает денег Дело в том, что в мире существует такое интересное явление, как безудержное накопление капитала Каждый из нас автоматически с момента вступления в любые отношения между людьми Начинает накапливать вот этот потенциал, ресурсный потенциал Почему деньги? Потому что деньги – самый ликвидный товар, на них можно приобрести любые ресурсы Поэтому с самого рождения человек завязан в отношения именно финансовые взаимоотношения Если не сам лично, то через своих родителей И до самой смерти Даже похоронить, как говорится, нужны деньги для того, чтобы все было чинно и благородно На самом деле деньги отражают именно общественные отношения между людьми Это некая энергия, которая, если правильно использовать, изменит все в этом мире И примеру тому служит простая истина, вернее, простая, как бы, передаваемая нам испокон веков информация Что перестаньте притягивать деньги к себе, перестаньте их накапливать Начните помогать друг другу, начните отдавать деньги людям И тогда всем нам все хватит Вот именно эту мысль я как бы хотел в общем и в целом донести до слушателей Хорошо, и с чего начнем? Как будем раскручивать эту мысль, доносить ее? Почему эта мысль стара, как мир? Существует такая притча про длинные ложки Я не буду ее так глубоко разбирать Скажу примерно, что суть ее как раз и заключается в том Что если мы начнем заботиться о других Причем все одновременно То так получится, что все начнут заботиться о каждом из нас И вот если мы этот процесс сможем каким-то образом организовать В общем, возьмем, к примеру, страну на базе страны То страна, отношения в стране резко изменятся На противоположные То есть мы перейдем от эксплуатации человека Человеком Которое происходит именно через Безудержное накопление капитала Любыми путями мы пытаемся накопить деньги Забрать их у кого-то И сконцентрировать у себя Чтобы у каждого из нас были определенные ресурсы Вот если мы изменим это отношение Начнем отдавать То изменятся, собственно говоря, и все отношения в обществе Возникает вопрос А как это сделать, даже если мы все это понимаем Если мы ставим перед собой задачу Поднять уровень развития человека до такого Чтобы он это сделал осознанно То на это, наверное, уйдет очень много времени Потому что большинство людей скажет А, собственно говоря, мне так Не бы сейчас все это нужно Мне бы сейчас нужны деньги Как мне решить эту задачу Поэтому, почему я затрагиваю эту тему Как бы результатом моих размышлений Стало появление на свет определенной программы Определенного алгоритма Который уже запущен в интернет Он уже работает, действует И я вижу перед собой задачу Пояснить людям, как пользоваться этим инструментом Для того, чтобы изменить все отношения в нашем обществе По моему глубокому убеждению Если мы все дружно начнем использовать этот инструмент То в самое ближайшее время Отношения поменяются И если говорить о России То это как раз и будет тот механизм Который позволит России подняться В экономическом плане На небывалую высоту по отношению с другими странами И преподнести миру новые взаимоотношения между людьми Почему? Потому что возникнет такая ситуация Когда каждый человек Получив необходимые ресурсы Сможет непосредственно влиять На ситуацию вокруг себя Исправлять те негативные явления Которые он видит Благодаря своим возможностям Своим ресурсам И не обращаться Никаким посредникам в виде государства Чиновничьих каких-то аппаратов И так далее То есть мы сможем сами влиять На ту ситуацию Которая вокруг нас складывается Именно благодаря своим ресурсам Которые получим Благодаря вот этой вот системе Ну как бы это в общем опять же Общая конструкция Ну понятно Всей точности мы не передадим Но хотя бы основную мысль Мы должны донести до наших радиослушателей Чтобы понять Они могли И в чем заключается Вот это как раз Инструмент Благодаря которому Сергей предлагает Изменить мир к лучшему Спасти мир То есть получается Мы как бы нашли Именно материальное воплощение Идеи Смены отношений в обществе То есть мы можем теперь Практически приступить К решению этой задачи Ее нельзя было реализовать Скажем В предыдущие Скажем Времена Почему? Потому что не были готовы Еще все инструменты Мне скажут Конечно К свободе Там Другим отношениям Там Равенство Братство Стремились многие люди Но у них ничего не получилось Что все это утопия На самом деле Никакой утопии не было Все это была подготовка К тому процессу Который мы теперь Сейчас уже в наше время Можем осуществить Основными инструментами Является прежде всего Это конечно же Интернет Это возможность Объединить людей На просторах Сети Независимо от того Любим мы их Не любим Нравятся Они нам Не нравятся То есть мы можем Стереть преграды Между Любыми Группами людей Которые Нас Разобщают Друг с другом Так Ну и Ближе Ближе Жду Наши радиослушатели Затали Дыхание Ну и таким образом Я перехожу Непосредственно К самому Механизму Да Вот Самая суть Как раз Я перехожу К самому Механизму Механизмом Является Общественная Система Учета Благотворительности То есть Если мы Понимаем Что весь наш мир Устроен таким образом Что мы все Тянем к себе Ресурсы Поэтому нам Их не хватает То мы должны Запустить В мире Такие процессы Которые Будут Обратные Когда Все эти Ресурсы Которые Находятся На руках У отдельных Лиц Станут Общими И мы Спокойно Сможем Ими Распоряжаться Сознанность Общественной Системы Учета Благотворительности Что В чем Ее отличие От тех Элементов Благотворительности От тех Фактов Которые Собственно В мире Происходят Повсюду Многие люди Оказывают Благотворительность Самостоятельно И Делают это Вполне Искренне И целенаправленно И понимают Роль благотворительности Но дело в том Что она-то Ведь бессистемная Она происходит Эпизодически И Она никаким образом Не влияет На Сам процесс Безудержного Накопления Капитала То есть Кто-то отдал И тут же Кто-то тут же Взял и забрал То есть практически Ничего в обществе Не меняется Бессистемная Благотворительность Она только подсказывает Нам что Надо идти по этому пути Но она не решает Задачи А вот если мы Начнем Учитывать Результаты Благотворительности И Создадим для этого Определенные Для всех Для всего общества Ну в данном случае Начинаем с России Для России Что получает человек Который оказывает Благотворительность Если сейчас Он не получает ничего Кроме благодарности Со стороны лица Который Которому Он оказал Помощь То В данном В нашей Ситуации Которую он предлагает Мы Отдаем ему В виде Благодарности От того лица Которому Он оказал Помощь Определенные Единицы И вот Чем больше Человек Накапливает Таких единиц Тем Нам легче Определить Кто есть Кто в нашей Среде Чем больше Единиц Значит перед нами Человек Который Помогает Другим Который действует В интересах Других А не только О себе И если у человека Нет таких единиц То мы сразу же Опять же Определяем И видим Что этот человек Живет Еще по Законам Старого мира Что его интересуют Только собственные Интересы И естественно С этим человеком Нужно строить Совершенно другие Отношения Нежели сперва То есть Общество Как бы получает Четкий рейтинг Кто Есть Кто Таким образом Снимаются Очень многие Проблемы Которые мы сейчас Вступая в отношения С незнакомыми Людьми С теми рисками Которыми мы Сталкиваемся Мы их Собственно говоря И получаем Вот даже Если заключая Какую-нибудь Деловую Сделку Да С кем-то То Мы не знаем Подведет Наш человек Не подведет Как он дальше Будет вести себя В наших отношениях Естественно Если Мы применим К данной ситуации Принципы подковы То Прежде чем Человеком Заключить Какую-то сделку Мы просто Интересуемся Сколько у тебя Единиц Видим Что у него Ноль Единиц Все ясно Человек Повышенной Опасности Неизвестно Что от него Ожидать А если Мы видим В нашей Сделке Допустим Человека Который Только Отдает Людям Все И у него Огромный запас Именно Единиц То Ясно Что с этим Человеком Можно строить Дела Он не будет Тянуть на себя Он не будет Стараться Вас подвести Как-то Построить Что-то Только в собственных Интересах Таких примеров Может быть Очень много Это просто Отдельные Частные Примеры А в целом Что нам дает Именно система Подкова Она дает нам Рейтинг И четкий Ответ на вопрос Кто есть Кто в нашем Обществе Именно в новом Обществе Которое мы Тем самым И создаем Привлекая в систему Все новых И новых Участников По мере того Как эта система Будет разрастаться То Люди Окружающие Будут все больше И больше Относиться С доверием К самой системе Будет легче В нее входить И на каком-то Этапе Возникнет Такая ситуация Когда Участники Будут получать Огромные Финансовые ресурсы Для решения Своих Задач Мало того Со временем Пройдет Такая ситуация Когда Мы Мы перестанем Вообще Брать деньги Со стороны Потому что Как только Эквивалент Товаров И услуг Достигнет Того количества Денег Которые будут В системе Лишние деньги Автоматически Будут Отсечены Потому что Людям Просто невыгодно Будет брать деньги И обменивать их На статусные единицы Им будет хватать Тех денег Которые находятся У них на руках Для решения Своих задач Таким образом Все те пузыри Которые сейчас В обществе Существуют И которые На первый взгляд Кажется Поднимают статус Тех людей У которых Большие Крупные Счета Очень скоро Как говорится Мы четко Увидим Кто Есть Кто Кто Будет продолжать Удерживать деньги На своих счетах Очень скоро Останутся С воздушными Пузырями Ну Как говорится Это уже Вопрос Чисто технический Кто первый Поймет Как работает Система Кто поймет Что нужно отдавать Что нужно Строить отношения Совсем по другому Те не пострадают А наоборот Получат Выигрыш И будут Находиться В приоритетной зоне Кто придет Последний Соответственно Потеряет Даже то Что имеет Потому что В этом обществе Которое мы Сейчас будем Создавать Или вернее Создаем уже Деньги Переходят Как бы уже Во вторую Роль Они перестают Быть Столь актуальны А на первую роль Выйдут именно Взаимоотношения Которые будут Регулироваться Именно Вот этими Статусными Единицами В нашей системе Они называются Рейтинговые Персональные Единицы РПЕ Вот чисто Вот такая схема Если есть какие-то Вопросы Я готов Да Ну во-первых Надо Все-таки Наверное Зачитать Реплики Из чата Которые Во время эфира Наши радиослушатели Задали Или написали Потому что Все-таки Мы им задавали вопрос Что такое Спасение мира И нужно ли его спасать Да и вот Виталий из Киева написал Спасение мира Это работа над собой Данил написал Здравия и мира всем Конечно же Это важно Внимательно слушаю Виталий из Киева Хочешь изменить мир Начни с себя Очень просто На словах Но очень трудно На практике Для этого Нужно жизнь Прожить Дальше Барс Здравия Солендарин С Виталием Себя шлифовать надо А мир Корректировать По возможности Оно без чернобогов Спасение заключается В единении с богами И богинями нашими Вестник богов Дать человеку Все что он хочет Он потеряет Смысл жизни Владимир Измытич Задает вопрос Сергей А чей мир Ты собрался Спасать Такой Острый вопрос Что имеется ввиду Какой мир спасать Ага Ну Я набросал Успел Так Несколько Моментов И так Относительно Тех вопросов Которые И вернее Утверждений Что начните С себя Вот именно Это мы и предлагаем То есть В нашу систему Невозможно Попасть Просто так То есть Ни один человек Не заходит В систему И не получает Наших единиц Если он Не Окажет Благотворительную помощь Кому-то из участников То есть Вот он как раз Начинает С себя Первым что мы Рекомендуем сделать Начни с себя Причем Для того Чтобы пройти Нашу систему Недостаточно Просто Отдать Какую-то Незначительную сумму Мы специально Заложили Одну тысячу рублей Вот Такая сумма Которая вроде как В настоящее время Особо ничего Так не значит Но в то же время Не каждый человек Способен ее Просто так Взять и отдать Поэтому Вот как раз И начинаем С себя Мы берем И отдаем Систему Отдаем Совершенно Незнакомому Людю Человеку Только потому Что он нуждается Ему нужно Таким образом Начинаем С себя Следующий вопрос Значит Так Что Спасение мира Это объединение С нашими богами Я как раз Почему И отметил Что Нам Давно уже Подсказывают Нам давно уже Подсказывают Как правильно Себя вести В этом мире Чтобы он изменился Чтобы он стал Другим И прежде всего Это как раз Эту информацию Хранит себе Так скажем Религиозная культура Я не хочу Сейчас делать акцент На какие-то Отдельные религии Но Если мы Начнем Разбирать Понятие Вообще Что такое бог И почему Собственно говоря Мы должны В него верить И к нему стремиться И с ним Объединяться То Конечно Мы тоже Мы поймем Что Скорее всего Бог Это и есть Тот высший разум Который Стоит над нами И Если эта информация Передается То передается Она Из поколения В поколение Только оттуда Только от него И если вы посмотрите Даже Любые документы Которые Собственно говоря Предлагаются Для своих Последователей Теми Или иными Религиозными Культурами Они все Направлены На служение Именно этому Высшему Разуму И как раз Именно Объединение С этой Информацией Та же самая Притча О длинных Ложках Вы ее Спокойно Можете найти В интернете Набрать Я не хочу Просто тратить Время На то Чтобы ее Пересказывать Она как раз И говорит Нам Подсказывает Что Желание Высшего Разума Это объединить Все человечество На планете Независимо От всех наших Разъединяющих Признаков Поэтому Подкова Как раз Решает Эту задачу Единение Всех людей На планете И последний Вопрос Вы говорите Самый такой Можно я повторить Владимир Азматич Задал вопрос А чей мир Сергей Собирается Спасать Очень хороший Вопрос В этом плане Обязательно Провокационный Но он провокационный Только для Владимира Хотя он Тоже сам знает Ответный Вопрос Мы начинаем Спасать мир Человека Каждого Конкретного Человека Каждого Человека Который Чувствует Негатив В этом мире Вот Если человек Живет И чувствует Все замечательно Все чудесно Ему хорошо Душа поет Неважно От чего Она поет То не надо Ничего И спасать Все замечательно Для него Этот мир Его родной Дом Уютно А для каждого Кто испытывает Негативные эмоции Вот именно Этим людям Мы и предлагаем Инструмент Для того Чтобы Начать Чувствовать себя По другому Потому что Подков В конечном итоге Как только Он наберет Необходимое количество Участников И разовьется В довольно-таки Серьезную систему Она даст Возможности Таким людям Получить Необходимый ресурс Как они Им Смогут Распорядиться Это уже Их воля Естественно Главное Чтобы они Получили Возможность Этим Получить Такой ресурс Вот если Сейчас Многие Понимают Что им Нужно Там Для развития То-то 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 И то-то Вокруг Очень много Всевозможных Школ Для Самосовершенствия Но у людей Нет реальных Денег Нет Возможности Потому что Есть другие Проблемы Первоочередные Которые Надо решать Если мы дадим Людям Как раз Неограниченное Количество Этих ресурсов Они смогут Развиваться Тут как раз Очень хорошо Я уловил Еще один момент Кто-то говорил О том Что если Людям Дать Все необходимое Дать ресурсы То они Перестанут Развиваться Вот я знаю Откуда Собственно говоря Такие мысли Идут Вот Это как раз Идут В результате Тех Опытов Которые Некоторые Наши Ученые Ставят На животных Вот они Есть такие Эксперименты Один из которых По-моему В четвертом Или четырнадцатом Году Организовали Американские Ученые Назывался Мышим Рай Так вот Там Мышам Создали Определенные Условия Что они Получили Неограниченную Возможность Питания Создали им Комфортные Условия Опять же Люди Создали им Комфортные Условия Исходя из Тех Соображений Как Какие Они Представляют Ну Этот Эксперимент Через 1400 дней Вся Популяция Мышей Вымерла И вот Пытаются Перенести То же самое Перенести На человека На самом деле Это абсолютно Негодное Сравнение И никаким Образом Оно не влияет На человека Попробуйте Любого человека Поместить В изоляцию И дайте Ему питание И дайте Все остальное Да он Взвоет Буквально Через Какое-то Небольшое Прямо Почему Потому что Главное Отличие человека От животного Это наличие разума А вот разум Как раз Он требует Совершенно Другого питания Чем требует Тело И вот Лишить человека Как раз Возможности Развивать разум Есть самое страшное Понимаете Поэтому То что мы Даем Мы даем Как раз Ресурсы Для того Чтобы человек Сначала Насытил Свои потребности Исходящие от тела Что собственно Необходимо Потому что Голодный человек Не состояние Вообще О чем-то Мысль А уже потом Направить Эти ресурсы На развитие Своих Творческих Начал И Соответственно Использовать В этом направлении Поэтому Сравнивать С животными Я считаю Абсолютно Неправильно И даже Об этом Не стоит Разговаривать Еще какие-то Вопросы Появились Давайте Да конечно Конечно Так Антон Следующая Реплика Эфира И программы Народного Славянского Радио Один из Эффективных Способов Спасения Мира Следующий Данил Да Соглашается С вестником Богов Воспоминается Формула Достатка В державе От Калаврата Виста Это энергия Денег Созданным Библейским Народом И сейчас Активно Пропагандируется Не надо Ничего Другого Только Деньги Давай На них Все Можно Купить Я читаю Без Поправок Без Комментариев Просто Как они В чате Появляются То есть Я не выражаю Несогласия Не отторжения Ингварь Я конечно Не спорю Что если люди Научатся Уживаться Друг с другом То и государство Не нужно будет Но когда Он От идеалистических Фраз Если бы Да кабы Перейдет к делу И Елена Семсеем Вопрос В эфир Как бы Как вы Относитесь К Джаз Мухин Это Духовный лидер Автор книг Солнце ед Она определяет Интересный Путь К счастью И любви Вот пока На этом вопросе Тормознусь А дальше Там еще Есть реплики Вопрос Первый вопрос Который я услышал Как раз Это скорее всего Не вопрос А некая Критическая Ну реплика Реплика Что Вот вы говорите О том Что Подтверждаете То что Говорят Как сказано Библейские люди Что Главное Деньги И на деньги Все можно купить Ну Давайте Ответим На этот вопрос Таким образом Вы считаете Что для вас Деньги Не главное Но принесите Все свои деньги И сдайте их Ну давайте Мне Я распоряжусь Так что Они пойдут На благое дело Я так думаю Что вы этого Не сделаете Потому что Сами прекрасно Понимаете Что деньги Для вас Сейчас Это один из Очень важных И главных Факторов Мы создали Деньги Не потому Чтобы Использовать Их Как некий Инструмент Во вред Человеку Изначально Когда деньги Создавались Они как раз И обусловливали Именно Ускорение Процесса Развития Ускорение Процесса Обмена Товарами И услугами И появление Денег На тот момент Когда они появились Было архиважно Для цивилизации Для истории Для развития Человечества Но Как и любое Явление Которое Перестало Выполнять Свою функцию Потому что Человек же Не стоит на месте Он развивается Развиваются Отношения Определенные И вот благодаря тому Что мы начали Накапливать Деньги У себя на счетах А не Пускать их В экономику Почему Потому что Те люди Которые Накапливают Они уже Насытились Им уже Товары И услуги Не нужны Они накапливают Деньги Для того Чтобы использовать Их совсем Для другого Назначения Для управления Теми людьми Которым Нужны деньги И мы Реально Создали Такой мир В который Сейчас без денег Но вообще Шагу сделать нельзя Есть такая даже Шутка Что без денег Ничего нельзя Сделать Кроме как Работать Можно работать Бесплатно Без денег А вот Все остальное Исключено И мы собственно Наблюдаем Это явление В обществе Поэтому Почему Подкова Именно и Отталкивается От денег Мы берем Нечто общее Что очень важно И значимо Для каждого Человека В этой среде В этом мире И начинаем Плавно Переводить Эти ценности Совершенно в другие В противоположные Почему Потому что Мы эти деньги Направляем Не то что мы Лично Скажем Я или кто-то Из участников А вы сами Начинаете Направлять их На благие Цели Вы помогаете Этими деньгами Тем людям Которые В них нуждаются Поэтому Вы сами Распоряжаетесь Этими деньгами Вы их не отдаете Никому Оперативное управление А система Наша только Учитывает Это действие И за счет Общего учета Как бы Стимулирует Все больше и больше Количества людей Поступать Именно таким образом Направлять Ваши ресурсы Которые В данный момент Времени Вам не нужны На развитие Тех людей Которые могут Сейчас Ими воспользоваться А не накапливать Вот Ответ На этот вопрос Следующий Вопрос был Когда же Он перестанет Говорить Если бы Да если бы Перейдет дело Но я так думаю Что этот вопрос Наверное был Как раз написан Когда мы Говорили Общие Принципы работы Системы После того Как я Объяснил Что создан Уже готовый Реальный Конкретный Механизм Вы можете Заходить На сайт На сайт Находится Он по адресу Осподкова Точка Ру И уже Можете Пользоваться Этим инструментом То есть Все Реализовано Что-то 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 упустил Просвещенные Люди Они Передают Те знания Которые накопили Другим людям Конечно положительно Я Не скажу Что я интересовался Этим направлением Почему? Потому что Я изначально Как бы Для себя понял Что надо Искать Те направления Которые Близки Нашей культуре То есть Именно Той среде В которой Человек Родился И живет Но это не значит Что Культура Других Скажем Стран Не содержит Такие же Интересные моменты Я считаю Что В мире Огромное количество Направлений Которые Человеку Могут быть Интересны И Могут быть Полезны Для его развития И Каждый человек Как раз Благодаря Подкове Сможет получить Ресурсы Для того Чтобы к этим Направлениям Приобщиться Вам же все равно Нужны деньги Для того Чтобы взять И поехать В ту же самую Индию Чтобы пообщаться С учителями На что-то нужно жить Каким-то образом Надо К этому К этому Искусству Допустим Приблизиться И вот Система Подкова Как раз И дает Общую Общую Возможность Каждому Человеку Получить Необходимые Ресурсы Для реализации Своих Личных Индивидуальных Каких-то Стремлений Поэтому Еще раз Отвечаю Именно Росту Человеческого Потенциала В любом направлении Неважно В каком Поэтому Ко всем Таким Явлениям Отношусь Только положительно Хорошо Так Сейчас еще дальше Посмотрим Какие поступали К нам Вопросы Вестник Богов Ну и реплики Тоже Вестник Богов Мир Просил Нас Это делать То есть Его спасать Тут Бы Людишек Спасать Бы Не пришлось Спасти себя И тысячи Вокруг тебя Спасутся Дмитрий Заменить деньги Количество Благотворительности Отданной Другим Это уже Вопрос Можно считать Ну давайте Два этих вопроса Смотрим Да Сразу же Вот смотрите Хороший вопрос Почему я Как бы его предвидел Задал вам Изначально Свой вопрос В начале Передачи Потому что Многие люди Скажут А зачем Мы Собственно Этот мир Спасать И И с такими Людьми Я соглашусь Причем Абсолютно Потому что Я глубоко Убежден Что тот мир Который Живем Является Объективной Реальностью То есть Мы получаем Результат Всех Человеческих Взаимодействий Всех Семи Миллиардов Человек На планете То есть То что Мы наблюдаем Зависит От каждого Из нас И Он Такой мир Какой есть И он Создан Высшим Разумом Есть Высший Разум Который Управляет Вот Всеми Этими Процессами Я не хочу На этом Отдельно Останавливаться И Благодаря этому Сам по себе Мир Идеален Почему я и сказал Что наверняка Найдутся люди Которые скажут Да все Замечательно Ну к примеру Допустим Я нахожусь Ну если вопрос Касается денег У источника Нескончаемого Источника Денег Я их получаю И реализую Как мне интересно Я могу творить Все что угодно В этом мире Я скажу Замечательно Мне все устраивает И поэтому Акцент был Как раз сделан На что На тех людей Которые чувствуют Себя неуютно В этом мире Вот именно Мы как раз Спасаем Реально человека Мы даем Ему ответ На вопрос А как же быть Что делать Что ему сейчас Сделать Конкретно Каждому человеку Которому нет денег Ему он не знает Что допустим Завтра Чем кормить Своих детей Чем рассчитаться Там за кредиты И так далее И тому подобное Проблем то у каждого Очень много Но пока мы Эти проблемы Решаем каждый Индивидуально Мы разрознены Мы наоборот На руку тем Кто накапливает Эти деньги Мы Если вы знаете То есть такая Как бы Английская Благотворительная Организация Оксфам Так она Ежегодно Готовит Информацию Для Давосского Форума И Они как бы Позиционируют себя Как Борцы с бедностью Пытаются Обратить внимание Общественности На те процессы Которые происходят В обществе Так вот Еще в 15 В начале 15 Года Они подготовили Доклад Под названием Золотой процент Угрожает Миру В этом Документе Собрана информация Наглядно Показывающая Следующее Что В настоящий Момент Процент Концентрации Капитала Достиг Таких Угрожающих Размеров Что 1% Обладает Ровно Таким же Потенциалом Как все остальные 99% Ты можешь себе Представить Что 1% Людей в мире Значит 70 Сколько тысяч Человек Получается Обладает Такими же Ресурсами Как все остальные 99% Это же вообще Угрожающий Момент На следующий год Эта же организация Готовит Доклад Для Для этого же Даосского форума И обращает внимание На следующее Что 50% Людей Если брать 50% Капитал 50% Вернее 50% Последних Людей У которых есть В общем У которых есть Деньги Этот капитал Равен Капиталу 62 человек В мире Богатейших Людей В мире Вот и представьте Себе 3,5 миллиарда Человек Обладают Капиталом Который Владеет 62 человека Да что им делать С этими деньгами И вот как раз Вот эта вот проблема Уродливого Накопления Капитала В руках Людей Которые Не в состоянии Потребить Вот именно За счет Этого Накопления Они нами Семьи Управляют Они создали Специально Такую среду В которой Мы Нуждаемся В деньгах И вот За те ресурсы Которые у них есть Они могут С нами делать Все что угодно И таких примеров Собственно говоря В жизни очень много Когда Скажем Дети Богатых родителей Проводят всевозможные Эксперименты С деньгами В общественных местах Предлагая людям За какие-то Там тысячу Или пять Тысяч рублей Совершить поступок Которые Ну Обществом Оценятся Как ненормальные Так скажем Неестественные поступки И таких примеров Это очень много То есть Сознанно Уродливая ситуация Но она возникла Не потому Что кто-то Специально Сделал И создал А она Возникла Самым Естественным путем За счет Именно Концентрации Капитала За счет Именно Вот этой Безудержной Силы Которой Каждый Тянет к себе Эти все ресурсы Поэтому Вот именно Это мы и должны Преодолеть И преодолеть Как раз Можем Благодаря Вот этой Простой Программы Все очень просто Берем И делаем Осталось Только Взять И попробовать Все это На практике Ну и вопрос Дмитрия Надо рассмотреть Заменить деньги Количеством Благотворительности Отданной Другим Значит Здесь тоже Очень хороший вопрос И он Очень важный Значит Подкола Изначально Признает То что Все участники Процесса Являются Одновременно Как благотворителями Так и нуждающими Все зависит От того уровня На который Человек рассчитывает То есть Кому-то Нужны деньги Только для того Чтобы поесть Сегодня Кому-то Нужны деньги Чтобы одеться Кому-то Нужны деньги Для того Чтобы купить Квартиру Кому-то Хочет купить Машину Кто-то Рассчитывает На какую-то Поездку И так далее То есть У каждого Человека Свои Цели Кто-то Хочет Там Обучение Либо Собственное Либо Детей И пока Одни Накапливают Вот если Мы уберем Вот этот Вариант Накопления А сделаем Так что Они не будут Накапливать А будут Просто Пока Мне не нужны Деньги На ты Пользуйся Он отдает Деньги Кому-то То Конечно Основная Идея Что именно Отдает Деньги Другому Но еще Раз повторяю Что сама Система Она так Устроена Что она Движется Именно Теми Людьми Кто нуждается В деньгах И поэтому Мы лишь Только Даем Общий Единый Инструмент Если Тебе Нужны Деньги Ты Их Хочешь Получить Из этого Мира То действуй Начинай Включать Свой Разум Начинай Объяснять Людям Что так Жить Как мы Сейчас Живем Нельзя И Начинай Вытаскивать Из этого Мира Вот все Эти Излишки Все Эти Накопления Которые Хранятся У людей Которые Сейчас В данный Момент Не Знают Куда Их Потратить Вы Берете У них Эти Деньги И вы Естественно Можете Их Тратить И на Себя В том Числе Потому Что Если Вы Сами Получите Эти Ресурсы То Вам Легче Будет Объяснить Людям Остальным Например Вот смотри У меня Не было Денег Я Сделал Так 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 Вот Теперь Я Их И Теперь Рекомендую Прежде Все Мы Рекомендуем Чтобы Люди Насытили Именно Себя Вот Вы Оказали Кому-то Помощь Поставьте Перед собой Задачу Сделать Тоже Верните Себе Те Деньги Которые Кому-то Отдали Но Именно Привлекая Себе Других Людей И Таким Образом Система Развивается Хорошо Продолжаем Читать Поступившие Реплики Вопросы Вопрос От Владимира Из Я Гриша Реплика В эфир У нас Ни Ресурсов Не хватает У нас Избыток Олигархов Которые Их Отнимают У народа И Владимир Пишет Отвечает Дмитрию Кто Будет Контролировать Того Кто Контролирует Отлично Давайте Два Эти Вопроса Рассмотрим Замечательно Итак Смотрите Первый Момент Очень Важный Именно В том Что У нас Не ресурсов Не хватает А у нас Олигархи То есть У нас Есть Некое Зло Которое Нам Противостоит Так вот Если Задаться Вопросом А кто Такие Олигархи И внимательно На все Это Посмотреть То Точно Так же Как мы Понимаем Что Каждый Человек Является Одновременно И нуждающимся И благотворителем Но все Зависит От того От его Цели Которую Перед собой Ставит Вот Точно Так же Можно Отверить На вопрос Олигархов Почему Потому что Кто-то Видит В виде Олигархов Вот эту Ту вершину Скажем Списка Форбс Которые Сейчас Там Находятся Якобы Это величайшее Зло На самом деле Люди Попали туда Не просто Так И нельзя Говорить о том Что Они Там То Зло Которое Специально Кому-то Пытаются Причинить Вред На самом деле Это реально Объективная Ситуация То есть Есть люди Более активные Которые Находят Какие-то Решения В тех Ситуациях Где другие Спят Просто Ничего Не делают Даже сейчас Подкова Давно уже Работает Многие Сидят И смотрят Да Чего там Она работает Да Пусть Работает Ничего Непонятно Не буду Я ничего Делать Как Такие Люди С таким Потенциалом Поднимутся Куда-то Выше Поэтому Говорить о том Что Есть некое Зло С которым Надо бороться Это самая Большая ошибка Не надо Ни с кем Бороться Не надо Бороться Ни с какими Олигархами Надо просто Создать Такие условия При которых Эти олигархи Просто Ну не смогут Продолжать Вести себя Так Как они Себя ведут Если нам Что-то не нравится Вот именно Это Как раз Подкова И позволит Реализовать На том этапе Когда она Заработает На полную Мощность Мы сможем Создавать Такие условия Которые Ну наши Правила игры Станут Приоритетными Не только для нас Но и для тех людей Которые еще даже Не вошли в систему Они просто поймут Что по-другому Никак не получается Вот они хотят По-своему А у них просто Не получается Поэтому Вот я например Против того Чтобы люди Боролись с коррупцией Со взяточничеством Так скажем С бюрократией С силовыми методами Чтобы этих людей Брать и сажать в тюрьму Зачем? Мы создали общество В котором люди Молятся этому Богу В виде денег И для них Ценнее денег Ничего нет И после этого Мы этих людей берем И изолируем Мы их наказываем На их место приходят Другие такие же Потому что Общество же никак же Не изменилось Бороться с силовыми путями С такими явлениями Невозможно Надо понять Что надо решить Задачу по-другому Надо сделать так Чтобы вот Те люди Которые еще Не насытились Которые думают Только о себе И набирают капиталы Для себя Чтобы они Не были допущены Вот таким узловым моментом Как управление Другими людьми И мы это можем Создать очень просто Я просто Как бы сейчас Не буду на эту тему Распространяться Потому что это отдельная тема Мы можем спокойно Перекрыть им доступ Таким ресурсам Как власть Они просто туда не попадут Потому что Нормальные люди Будут действовать По нашим правилам Которые мы Провозгласим В обществе А так как нас будет Все больше и больше К нам будет Все больше и больше Прислушиваться И Мы просто создадим Условия При которых Вот эти уродливые явления Сами по себе Отомрут Вот в чем Основная Как бы Логика Самой системы Это единая Целая система Взаимоотношений Между людьми Теперь вопрос Кто будет контролирован Вот это тоже Очень хороший вопрос Почему? Потому что Как только у нас Появляются Какие-то запретительные Так скажем Меры Вроде какого-то Закона И так далее Соответственно Нужно решать вопрос С его обеспечением Чтобы люди Появляется Штат чиновников Которые должны Это все контролировать А Кто вообще Будет что контролировать Когда вы сами Видите какие-то Недостатки У вас есть ресурсы Вы берете просто И Решаете Эти вопросы Сами Кто вообще Вам Какой контроль Вообще нужен человеку То вы ходите на улицу Смотрите перед вами Допустим Какая-то Разрушенная дорога И Никто Ею не занимается Она перед вашим домом Вам неудобно На вашей машине Ехать Сейчас что вы делаете Вы ищете людей Боретесь Со всеми Пытаетесь Вытащить часть денег Из государственного бюджета Направить На решение Вашей проблемы У вас сложности Да очень много И пока И пока эти деньги Дойдут Действительно Нужно их контролировать Потому что Где-то Обязательно Кто-нибудь Направит В другом направлении А в нашем случае Вы решаете Сами эту задачу Вы вышли Так Вопрос в чем Кто может сделать Окружающие жители Не могут Не хотят Может быть И не до этого Вы просто Заказываете Любую организацию Которая Поблизости от вас Дорожникова Они вам эту дорогу делают Вам только Нужно с ними рассчитаться А ресурсы у вас есть Пожалуйста О каком контроле Вообще идет речь Вы сами На месте Устраняете Вы осуществляете Вообще Непосредственно Свою власть На месте Когда видите Что что-то Нарушено Никаких проблем Никакого контроля Вообще не существует Вот ошибка Многих людей Они пытаются Сейчас моделировать Ситуацию Нового общества И пытаются Проиграть Вот те моменты Которые видят В этом В реальности Сейчас В нашем обществе На самом деле Очень многие вещи Просто отпадут За ненадобностью Не надо будет Никого контролировать Понимаете Вот о чем речь идет Опять же Здесь звучит Не сейчас А не надо будет Да Подразумевается Подразумевается Какой-то переходный период Конечно Переходный период Как раз и является Основным сейчас Вот смотрите Сейчас системе Подковы 290 человек Что такое 290 человек Если мы Ставим вопрос Допустим О решении Этой задачи Для страны Ну это вообще Капля в море Это ни о чем То есть Для 140-150 Миллионов человек Что такое 290 человек Конечно ни о чем Но представьте себе Что в системе Уже было бы Допустим Опять же Было бы Если нам не делать Ничего Если нам Не развивать Эту систему То она так и останется Инструментом Лежащим на полке Если мы не будем Его использовать Он так и останется 290 человек Ну будет там На одного На два На три В день увеличиваться И собственно говоря Эффекта Как такового Не получится Потому что Очень важно Чтобы Как можно больше Человек Начало этот инструмент Использовать А использовать его Как раз могут Только разумные люди Только те Которые понимают Что вот так Как мы живем Жить дальше нельзя Надо что-то менять И вот эти люди Начинают своим интеллектом Своими знаниями Транслировать Вот эту основную идею Уже для своего окружения И таким образом Они все больше И больше людей Подключают К использованию инструмента И когда этот инструмент Выйдет на свою мощность Он запустит Другой инструмент Ну это можно сравнить Для примера С запуском автомобиля Вы же не можете Просто взять рукой Прокрутить что-то И запустить двигатель Для этого существует Стартер То есть стартер Должен сделать Несколько оборотов Но для того Чтобы этот стартер Сделал эти обороты Он должен Уже быть создан И вот мы практически Когда накапливаем Человеческий потенциал В системе Мы создаем Вот этот стартер Который прокрутит И запустит двигатель Вот когда мы запустим Двигатель То нам уже стартер Не нужен Все мы просто будем Уже простыми потребителями Того эффекта Который будет Давать сама система Мы просто будем брать Те ресурсы Которые К нам будут поступать И использовать Их для собственного развития Поэтому контролеры Здесь нам Как бы не нужны И конечно Это будет только В том случае Если мы Поймем Что этот инструмент Надо использовать И будем его использовать Если мы будем сидеть И ждать Что кто-то за нас Это все сделает Ну ждите Может быть конечно Сделаем Но потихоньку Постепенно А времени у нас Не так уж много Потому что То что происходит Сейчас в мире Она собственно Такая ситуация Настораживает Мы же ведь Практически на грани Еще немного И что-то может У кого-то Какой-то предохранитель Не сработать И может случиться Необратимый процесс А ждать Что это не произойдет Или надеяться На что-то Но я думаю Что это Это беспечность Поэтому надо делать Собственно говоря Почему эту передачу Я попросил Организовать Чтобы как можно Больше людей Услышали Что есть Конкретный Рабочий механизм Который Надо использовать И для меня Сейчас важно Нисколько Чтобы кого-то Убедить В том Что это нужно Использовать А мне важно Чтобы кто-то Меня услышал И сказал Да действительно Я тут что-то Увидел Такое интересное Чтобы вы начали Задавать Мне вопросы Не Скажем Ознакомительного Непровокационного Характера А вопросы Которые бы Начали вас Погружать В саму систему И дали ответ Вам Как вам Лично Конкретно Вам Которому Сейчас плохо Как это сейчас Использовать Для себя Вот Наверняка Такие вопросы Будут Скорее всего Не здесь Не в рамках Этой передачи Для этого Предусмотрен У нас На главной странице Чат Для связи Непосредственно Со мной Я Выполняю роль В системе Роль координатора То есть Наша система Тут нужно тоже Понять Она вообще Не имеет Никакой администрации Здесь нет Никакого руководства Здесь нет Никакой-то Структуры Которая управляет Берет на себя Функции управления Это общенародная Система И каждый из вас Кто видит Какие-то там Недостатки И считает Что что-то Нужно изменить То попадая В нашу систему Сразу же Работает принцип Инициатива Наказуемая Что кроме вас Если вы видите Как и что Можно изменить К лучшему системе Никто Не сможет Предложить А если вы Предлагаете То вы должны Это все сделать Показать И мы с удовольствием Подключим Я как координатор Просто подскажу Как это сделать правильно Чтобы работала В целом Сама система Она развивающаяся То что вы сейчас Увидите Зайдя в эту систему Конечно Это только Этап Этап функционирования То есть При этом этапе Можно использовать И собственно Она работает Но там Очень много Интересных задумок И от людей поступает Как это все Улучшить Расширить Какой-то функционал Но об этом Будем разговаривать Может быть позже Если люди Заинтересуются Самой системой Хорошо Следующий вопрос От Владимира Изматища Сергей Народ Сформировавший Нашу родину Задыхается Под гнетом Паразитов Только На рубеже Прошлого века Вышедших Из состояния Первобытно Общинного строя С элементами Рабовладения Мне интересно Каким образом Мы найдем С ними Общий язык По финансовым вопросам Как думаете Представители Этих народов Будут вообще С вами договариваться Вот замечательно Можно на этот вопрос Я отвечу прямо сейчас И отдельно Без остальных вопросов Да пожалуйста Пожалуйста Итак Вот этот товарищ Очень здорово Отметил Такое свойство Как паразитизм Вот смотрите А собственно говоря Что и получается Что мы с вами Наблюдаем Что люди Получившие Доступ К ресурсам Начинают Их у себя Накапливать А остальные Люди Вынуждены Искать доступ К этим ресурсам Они трудятся Не покладая рук А паразиты Собственно говоря Как раз и потребляют Результаты труда Потому что Для них это вообще Ничего не стоит Они сидят На ключевых На узлах И собственно говоря Сосут кровь Из тех Кто пытается Как-то выжить В этой системе Как раз стоит вопрос Самый главный А как нам вообще Избавиться от этих Паразитов И система Подкова Она как раз И дает Ответ На этот вопрос Каким образом А прежде чем Избавиться И понять Кто паразиты И где Как мы вообще Можем этих паразитов Идентифицировать Ведь у человека Не написано На лбу Он чиновник И написано Паразит Так что нам Всех чиновников Сейчас надо срочно Отстранить от дела И как это делали На Украине Иллюстрацию Устроить Мусорные бачки Кто-то скажет Да давайте сделаем Но глупость полная Ведь очень много чиновников Которые действительно Реально О чем-то думают И стараются Что-то сделать Полезное для людей Но как нам выделить Паразит И нормальный человек И вот как раз Система подковой Позволяет Смотрите Что получается Вы как раз Помогая другим Вы Показываете Что вы не паразит Ведь паразит Никогда не сможет Он в систему Вообще не зайдет У него в голове Даже нет мысли Чтобы зайти в систему Зачем Оно ему не нужно Тот фильтр Который стоит На входе в системе Вот эта тысяча рублей Да он никогда Этого не сделает Как это он кому-то Что-то отдаст Когда он привык тянуть Он привык Что ему все отдают Поэтому паразиты Сразу же Те глупые паразиты Останутся за бортом Они просто Система не попадут Кто из вас Первый заходит Нормальные люди А вы как раз И получаете Единицы Причем в том количестве Когда уже паразиты Сюда пойдут Они увидят Что им сложно Паразитировать Что нужно как-то Приспосабливаться К новым условиям Которые для них создали Они начнут искать Нишу Свою В той среде В которой они Сразу не попали Потому что Они сразу Просто физически Не могут попасть сюда Вот И вот умные паразиты Начнут приспосабливаться Они начнут А приспосабливая Что они начнут делать Они начнут отдавать Вот смотрите Сейчас Первый человек Который заходит В систему Допустим сегодня Он Получает Единицы Эквивалентно Тысячу рублей Разделить на Двести девяносто То есть С каждым новым человеком Курс Так скажем Или как коэффициент Преобразования Денег Нашей Статусной единицы Растет Так вот смотрите Вот сейчас паразит Он не видит Этой системы Она для него Вообще не существует Он занят своими делами А мы Заходим И регистрируемся Заходим И регистрируемся Нас все больше и больше И вот когда паразит Увидит Что среда-то поменялась Что тут что-то по-другому Уже к нему Меньше начинают обращаться Уже от него Ничего не зависит Мы начинаем Что-то он сами Делает на местах Он начинает думать Так что-то здесь происходит Ну-ка бегом Ага Система Надо сходить в систему Но у нас-то допустим Уже миллион Или два миллиона человек Вот представьте себе Сколько он единиц получит Если он тысячу рублей Разденет на два миллиона Какие-то мелочи Какие-то крошки Понимаете? То есть Он как был паразитом для нас Так и останется Когда мы будем Идентифицировать Кто есть кто Мы видим Что по рейтингу Они в самом низу То есть Таким образом Мы четко определяем Паразитов И теперь вторая задача Как раз Не пустить паразитов В те места Которые Делают из них паразитов Которые их питают Для этого существует Система выбора Вот если сейчас Мы приходим на выборы И просто берем Вот так вот И отдаем свои голоса А некоторые вообще не приходят Думают Что асеротолку никакого нет На самом деле Выборы сильнейшие И именно в том виде Который они сейчас создали Нам это на руку Вообще изумительно Если нас уже в системе Там 2-3 миллиона человек Что нам стоит Объяснить людям Как правильно голосовать Мы всех приглашаем Наоборот На выборы Говорим Ребята Голосуйте только за тех У кого есть РПИ А почему А потому что Это люди Которые отдают Что-то другим И они не паразиты А вот у кого нет РПИ Те паразиты За них не голосуйте Не будет у вас Ни коррупции Не будет Ни взяточничества Ничего Все Это же не сложно Объяснить своим близким людям И вот Мы просто берем И ставим их перед выбором А что же делать Они там уже Все создали Для того Чтобы прийти к власти И рассесться По тем местам Которые они уже Приготовили Чтобы с нас сосать А тут Мы закрыли Перед ним Этот доступ Что им остается делать Вот тут Они перестают Быть паразитами А начинают Срочно Свои ресурсы Они еще Срочно Им нужно Пройти во власть И вот они Теперь все ресурсы Свои вытаскивают Из тех нор Которые попрятали И для того Чтобы попасть Во власть Они вынуждены Огромные ресурсы Отдать людям Обратно И не надо их искать Где-то там По офшорам Или еще Они сами все Пронесут Или они выпадут Из тех кресел Которых находятся Поэтому как раз Система подкова Это система Можно и с этой стороны Посмотреть Идентификации Паразитов Мы их пометим Очень просто Понимаете И нам с ними Будет очень просто Общаться Сам алгоритм Который Включен в систему Подкова Он состоит Из трех Из трех шагов Первый шаг Зайди в систему Сам Это первый шаг Второй шаг Сделай так Чтобы в твоем Окружении Не осталось Людей Которые Не зарегистрированы В системе Подкова Это ваша работа С родственниками С друзьями С знакомыми С теми людьми Которые вас окружают Которым вам доверяют Которыми вы нашли Общий язык И вы им просто Транслируете Что так жить нельзя Надо жить по-другому А третий этап Очень простой Перестаньте общаться С паразитами В данной ситуации Перестаньте общаться С людьми У которых нет РПИ Вот и все То есть мы таким образом Четко Отсекаем паразитов Но мы их Не уничтожаем Мы с ними Не боремся Мы не тратим На них силы Энергии Просто они перестают Быть паразитами Мы лишаем их Возможности Паразитировать на нас Вот так работает система Пожалуйста Еще вопросы Дальше Следующая реплика Написал ее Ингварь По-моему Самый реальный И простой В кавычках Способ В нынешней ситуации Это отказаться от доллара А то о чем Говорится ведущий Утопия И не особо нужная Следующий вопрос Влад 264 Что лектор будет делать С хаббатом Сначала Про деньги Это уже второстепенное Или лектор думает Иначе Можно уточнить Ашурку о хаббат Честно говоря не знаю Хаббат это религиозная Секта иудейская Которая распространена По всему свету Очень жесткая Которая Как ее описывают Опять же Можно посмотреть В справочниках Очень жестко Контролирующие Финансовые потоки Некоторые Властные структуры Внедряются Очень хорошо И так далее И так далее Я бы Тоже На эти два вопроса Ответил бы одновременно Они собственно Очень похожи Вот Так Хаббат Сейчас я для себя отмечу Итак Первый Совет Надо просто Отказаться от доллара Замечательно Вы же видели Что уже Эту попытку Пытался сделать Мавроди То есть Он Запустил Систему Которая Перехватывала Полностью Доллар Абсолютно Полностью То есть Если бы Его никто Не трогал И все Шли бы По пути Которому Указывал Сергей Мавроди А он Как раз Изобретатель Именно Инструмента Объединения Людей Вокруг Определенной Идеи И вот Как раз Его идея Была Перехватить Доллар Мавроди Четко знает Что можно Любую систему Перехватить А он Покажет Как это Дел Кто внимательно Эти его Вещи смотрел Кто знает Может и мои Мальчики Есть Бывшие То Они эти вещи Улавливают Очень здорово Вот Ну хорошо Перехватили Доллар Ну вместо Доллара Будет Мавра А что дальше Что изменится Отношения между Людьми Изменятся Ничего не поменялось Просто Один хозяин Поменялся На другой Сергей Я тут По другому Вопрос Вижу Говоря Что он Говорит Не перехватить Доллар А отказаться От доллара И вернуться И вернуться К той денежной системе Которая в нашей стране есть В данном случае Если это Россия Самая большая Славянская На сегодняшний момент Держава С некими оговорками Да Вернуться к рублю Сделать Банк национальным А не так Как он сейчас Находится Непонятно какой Самостоятельная структура ООО Какое-то там Да Которая Не пойми чем занимается Опять же Бизнесмены сидят Опять же По тому Как рассказывают нам Умные дяди Вот Просто вернуть Государству Государственные функции Это контролирование Напечатание И хождение Банковских Банкнот Купюр Билетов Дальше Если дальше Распространять Эту теорию Которую Ингварь предлагает Ну теория предложения То это национализирует Средства массовой информации Это национализирует Полезные скопаемые Не так Чтобы например Нефть принадлежала кому-то И там на 1% Больше принадлежало Государству К примеру Чтобы не С Добыча Чтобы когда не продавалось Дохода Какой-то процент брался А полностью весь доход Шел в государство Потом выплачивались Денежки тем Кто добывает нефть Ну честно с ними расплачиваться Дальше там Военные какие-то структуры Наука Которая связана С военной С экономикой Которая обеспечивает Необходимый Стратегический запас Зерна И все прочее Вот скорее всего Ингварь к этому подводит Что государство Должно стать государством Как это изначально И было То есть общиной Которая заинтересована В поддержании Своих членов Своих родичей Тех кто проживает На этой земле А потом уже По остаточному Оплачивать зарплату Тем людям Которых назначили Или как ты говоришь Выборы Прошли как один из инструментов Значимых Тем людям Которые Назначены Или были выбраны На управление А не наоборот Вот я так вижу Что в этом направлении Ингварь то Дует Да Это примерно То же самое Что я отвечал Но я сейчас Расширю именно В этом направлении То есть что нам предлагают Нам предлагают Вместо доллара Некую справедливую То есть доллар Это скажем Несправедливая система И мы сейчас Создадим Некую справедливую систему Но если мы Не поменяем Отношения Между людьми Если мы Не поменяем Отношения Безудержного Накопления Капитала То завтра Мы получим То же самое Что сейчас мы имеем В лице Америки То же самое Мы получим в лице России. Потому что, если мы будем решать для своих, только для своих граждан, то остальные для нас станут чужими, и мы начнем их уже считать за братьев наших меньших. То же самое, что мы сейчас наблюдаем у американцев. Они головокружение от успеха, и все, теперь они находятся на вершине, и они самые главные. Что изменится в данной ситуации? Только что мы поменяем доллар на рубль. Люди-то останутся, отношения-то остались, ничего не изменилось. Так же люди накапливают капитал, так же сидят паразиты, только они делают это более осторожно, скажем, в интересах более широких групп. Но все равно, зачем нам посредники? Вот объясните мне. Зачем нам ждать, что когда кто-то, добрый дядя, насытившись, даст нам что-то, нам конкретно, каждому из нас, и вспомнит о нас, и даст нам средства. Система подкома позволяет здесь и сейчас получать деньги непосредственно каждому человеку, минуя посредникам. Нам не нужны посредники в лице государства. Нам этот чиновничий аппарат вообще не нужен. И мы спокойно можем обойтись без него. Причем не насилуя, никого не выгоняя из должностей, не борясь с ними, ничего. Мы просто создаем внутри этого мира другую систему других взаимоотношений, основанных совсем на противоположных отношениях. Вы поймите, что разница. Одно дело, когда люди тащат все на себя и пытаются здесь найти какие-то элементы справедливости, но вы здесь их никогда не найдете. Вы только создадите справедливость для каких-то отдельных своих, ну как сказать, сограждан, которые разделяют вашу идею. Собственно говоря, мы это же наблюдаем. Вот посмотрите, буквально, когда Путин встречается с лидерами партиями, победивших на выборах. О чем говорят, с чем к нему обращаются лидеры партии? Они говорят, вы смотрите, ведь мы сейчас можем потерять в лице тех людей, которые не прошли по выборам, очень толковых и грамотных людей, которых надо сейчас как-то поддержать, каким-то образом поддержать и найти для них рабочие места. Причем они быстро их тут же находят, моментально. Они находят, они сокращают два комитета. Значит, их можно было изначально сократить. Они находят ресурсы для содержания этих людей. Так вот смотрите, они решают вопросы для своих людей, которых они понимают, что они приносят для них пользу, они им правильно советуют, они за собой ведут какие-то массы людей. Но эта иерархия опускается до самого низа. А кто теперь найдет свободные места для тех людей, на которых опираются вот эти люди? Они что, останутся за бортом? Или что, профессор только один работал, а его коллектив никакого участия в его жизнедеятельности не принимал? Значит, нужно потянуть за собой еще этих людей. И так мы спускаемся до самого низа, потому что за каждым из этих людей стоят такие же люди, которые выпадают из обойны. И поэтому хотим мы, не хотим, мы должны найти ресурсы для каждого человека, а не для кого-то отдельно, для своего, которые поддерживают нас в данную минуту. Вот в чем проблема, которую мы не решаем никакими перестановками хозяев той или иной валюты. Неважно, какому богу молиться, доллару, рублю или иене, или еще кому-то. Мы не меняли в данном случае никаких взаимоотношений. А вот только изменив взаимоотношения и запустив в этот мир систему, основанную на противоположных свойствах, мы создадим как раз тот мир, который хотим видеть. Ведь ничего сильнее для людей не существует в мире, чем своевременная помощь. Представьте себе, вы нуждаетесь в чем-то, неважно в чем, сейчас не имеет значения. Вы нуждаетесь, у вас с этим негативное состояние, вам надо. И вот вдруг появляется человек, который говорит, надо? Надо. Да у вас самая крепкая связь с этим человеком, вы его готовы там расцеловать, потому что он решает вашу самую глубинную проблему. Все, вот вы сцепились между собой. Представьте себе, когда вот в таком единстве все государство, каждый человек. Какая силища образуется в стране? Когда мы не разъединяемся, не ищем врагов, не ищем вот этот хаббат, который там, или там, как некоторые пытаются там, масонов найти, там, теневое правительство мировое и так далее. Да может быть они и существуют, но меня, честно говоря, этот вопрос так не волнует. Почему? Потому что они все окажутся за бортом нашей народной системы. Понимаете? Я сразу же отвечаю на второй вопрос. Пусть они действуют, как действовали. Они сейчас действуют. Ну и пусть. Но нас они не волнуют. Мы строим свои новые взаимоотношения. И мы развиваем наши взаимоотношения. Как потом мы с ними столкнемся, не столкнемся. Ну какой смысл с ними сталкиваться, когда наша система, она абсолютно ненасильственна. Она объединяет любые интересы. Покажите мне любого противодействующего, я объясню его интересы, и он поймет и скажет, что я действительно противодействую. Мне это выгодно. И он будет действовать в наших интересах. Вот и все. То есть, эта система, она объединяет всех людей на планете. Пожалуйста, вопросы, если есть. Дмитрий П. Вопрос эфир. Какие, с точки зрения Сергея, существуют проблемы в данной системе благотворительности? Например, в текущей кредитной системе существуют проблемы. Спекуляция, подделка денежных средств, воровство, пирамиды, монополия. Отлично. Смотрите, вот все, что перечислено, это как раз и есть результаты вот того негатива, с которым мы сталкиваемся. Почему? Люди, которые выпускают денежные знаки, они сразу же обозначили свою монополию. Причем на государственном уровне и закрепили законодательно, что все другие, кто будет посягать на эту монополию, будут наказаны. И для этого введены целые штрафные санкции, штрафные это условно, вплоть до уголовного наказания за фальшиво монетничество и так далее и тому подобное. То есть мы, только мы выпускаем, только мы главные здесь, а вы обязаны следовать нашим указаниям. И вот мы как раз в этот капкан все попадаем. Они-то могут выпустить любое количество воздуха и запустить, обменять этот воздух на товары и услуги. А мы впитав этот воздух, мы его удерживаем на своих счетах, думая, что это деньги. На самом деле это воздух. И те, кто это понимают и кто задыхается от отсутствия денег, они ищут свои пути. Они начинают выстраивать всевозможные схемы, чтобы кого-то обмануть. Сначала это идет от одного человека, он обманывает одного человека. Потом он понимает, что одному сложно. Он начинает строить какие-то структуры. Но опять же, они направлены на что? Чтобы вытащить деньги из других людей. Или оттуда, или оттуда. Неважно. И поэтому мы все как бы пытаемся найти выход из этой ситуации и играть по их правилам, которые они навязали. Ищите деньги, как хотите. Они же нам что сказали? Деньги надо зарабатывать. Если такой умный, почему ты такой бедный? И мы как зомби исследуем этому зову. Идем и зарабатываем деньги. Некоторые понимают, что этого делать не стоит. Но они не видят инструмента, когда мы можем не зарабатывать, просто получать. Они подковы не видят. Подкова как раз это и позволяет. Не надо работать на дядю. Включайте мозги, работайте на себя. Они этого не видят. Поэтому они решают эту задачу собственным путем. Поэтому мы и наблюдаем и коррупцию, и бюрократию. Потому что все это взаимосвязано. Люди ищут пути, как использовать то положение, те условия, в которых они находятся, для того, чтобы вытащить ресурсы на себя. Это нормальный, естественный процесс для любого человека, который играет по правилам игры, установленным в обществе. А в обществе установлены только одни правила игры. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Все. Так что мы потом удивляемся? Понимаете? Поэтому мы набираем весь этот негатив. Сергей, давай так просто попробуем. Здесь вопросов много, я даже половину еще не прочитал из тех вопросов, которые поступили, реплики, естественно, в чате Народного Славянского радио. Вот давай так сейчас вернемся от высоких слов, от лозунгов, от красивых вилософских рассуждений к земным нашим практичным каким-то мыслям и деяниям. Ну вот, к примеру, давай далеко не будем выходить, возьмем меня. Вот я уже больше года, скоро уже, не знаю, скоро там уже будет, наверное, полтора года, как не работаю нигде. Вот я специально уволился отовсюду, чтобы вести радио, чтобы заниматься только тем, что я считаю необходимо сейчас для строительства державы. У меня нет никакого дохода. Вот просто нет никакого дохода. Вопрос. Как я смогу вступить в подкову, если у меня нет денег на то, чтобы в подкову я мог даже тысячу направить? Ну, давайте ответим на этот вопрос каким образом? Ну, вот таким, чтобы я вот как бы человек, который реально хочет вступить в подкову, он загорелся твоими призывами и хочет в ней участвовать, но денег нет. Что делать? Ну, в данном случае ведь сам факт организации такой передачи для подковы имеет уже значение. Вы согласны с этим? Не знаю, это и не мне судить. Вы благодаря своему ресурсу сейчас подключили к нашему обсуждению даже по тем репликам, которые слышу, большое количество людей, которые уже включены. Ну, намного больше, чем сейчас подковы есть, я понимаю. Конечно. Еще послушают многие. А сколько еще послушают и начнут каким-то образом выходить на меня и будут общаться. То есть, в любом случае ваш вклад уже стоит гораздо больше тысячи рублей. поэтому завести вас в подкову для меня не представляет никакого труда, причем это будет абсолютно законно, абсолютно правильно. Вот. Вы заходите в подкову, в качестве кандидата регистрируетесь. Значит, это касается всех, кто, допустим, захочет также подключиться в подкове, но я пока говорю именно для вас. То есть, там у вас будет одно препятствие, которое специально мы создали, оно закрывает как бы доступ для людей, которые не готовы показать их подкову. То есть, в нашу подкову можно попасть только по ссылке от другого человека. Вот вам необходимо будет набрать в латыни три буквы К, С, В. Это мои инициалы. Первая буква К, вторая буква С, как доллар, и В, как галочка. Вот. КСВ набирайте, там подсказка всплывет. То есть, что? Когда вы будете регистрироваться, там будет такой пункт. Укажите ID, это идентификационный номер участника, пригласившего вас в проект. Вы заходите, вот, заходите в подкову в качестве кандидата, заходите на площадку, там есть такая кнопочка площадка, находите списки меня и указываете, что хотите оказать мне помощь в размере тысячи рублей. Я подтверждаю, и вы становитесь полноправным участником. А дальше вы начинаете знакомиться с правилами подковы. Мы специально их вначале здесь не выкладываем, потому что здесь работает чисто фильтр. Готов человек отказаться от того, чтобы брать только себе и начать отдавать. То есть, готов ли он прекратить быть паразитом, да, или он не паразит ли его. То есть, мы паразитов сразу отсекаем на первом этапе. Вот. Дальше вы уже поймете, что в подкове существуют инструменты, которые работают уже без денег. Деньги там же вам дальше не нужны будут совершенно. За счет того, что те люди, которые сейчас вас услышали, и они многие, ну, не знаю, многие-немногие, но мне бы так хотелось, да, чтобы среди них оказались разумные люди, которые захотят проверить хотя бы, как работает система. Вот. То они уже могут указывать при регистрации, когда будут заходить сюда, ваш уже идей, не мой, а ваш. И вот это даст вам приток огромного количества наших статусных единиц. Вот это ваш труд, который вы сейчас, вот мы сами организовали, вы откликнулись на призыв одного из участников, который помог нам это все организовать. Вот. то вы будете как раз получать те статусные единицы, которые в дальнейшем сыграют определенную роль. Отлично. Вот давайте с этого сейчас и продолжим. Значит так, оказался я в подкове, указал ID и идентификатор Сергея, и все хорошо, замечательно. После этого приходят, например, там несколько тысяч наших слушателей, которые поверили доброму имени Алексея, и подписываются под ним. Вот мы пришли от Алексея, мы пришли от Алексея, но они уже будут вкладывать реально по тысяче. Вопрос. Куда они будут вкладывать эти тысячи рублей? Вот смотрите, как работает система сейчас, даже так мы можем посчитать, даже это несложно. Итак, человек приходит с тысячей рублей. Для того, чтобы определить, сколько единиц он получит, ему нужно разделить эту тысячу на КП. Это в правом углу красная цифра, коэффициент преобразования. Значит, если сейчас в системе 290 человек, соответственно, мы делим эту тысячу на 290, получается там 3 с лишним, 3,5 или 3,4 единицы он получает себе на счет. Кому он отдает эти деньги? Значит, он может их отдать по условиям подковы только тем людям, которые находятся на площадке. Значит, какие люди находятся на площадке? На площадке собраны лидеры системы. Это 10% от общего количества участников, которые имеют наибольшее количество этих единиц. И вот новичок, он видит только это количество участников. Остальных пока для него закрыто. Естественно, те люди, которые уже кому-то помогли, они в первую очередь получают возможность получить нечто подобное от других новичков. Таким образом, как бы, эта система устроена. И изначально как устроена система? Система ежедневно выделяет активным участникам, которые помогают системе, уже не кому-то из отдельных участников, а в целом системе, она выделяет одну тысячу единиц наших уже статусных единиц тем людям, которые участвуют непосредственно вот сегодня в этом процессе. Следно, что получается? Если в течение дня никто, кроме вас, никого не привел, то за того новичка, который войдет в систему, вы получите себе на счет тысячу единиц. То есть, не 3,4, допустим, а уже у вас будет тысяча три с лишним. У вас тысяча три с лишним единиц. Вы смотрите по списку последнего участника, желтая, он у нас выделен желтым цветом, сейчас у него примерно тысяча четыреста с лишним единиц. То есть, значит, вам нужен еще один человек, который тоже кому-то отдаст из этих лидеров свою тысячу. Вот вы его опять завели, и у вас уже две тысячи с лишним. Все, вы сами попадаете в желтую зону. И вот теперь, и вот теперь у вас получается право какое-то. от всех остальных участников вы можете не кому-то направлять эти деньги именно для себя, для развития собственной программы, которая вам и нужна. То есть, вам нужны ресурсы, вам нужны деньги для развития вашей системы оповещения. Замечательно? И вот теперь все остальные люди, если от вашей программы идет не один, не два, не три, а все тысячи рублей, которые идут, вы можете их направить на себя. Естественно, дальше вы ими сами распоряжаетесь. Если вы понимаете, что идет слишком много, вы можете этими единицами и рублями их перенаправлять кому угодно. То есть, когда вы внутри системы, то там есть связь не только с этими десятью процентами, у нас там есть кнопочка рейтинг. И вот если вы зайдете кнопочку рейтинг, то увидите полностью весь рейтинг участников. И там есть такая же возможность, вы можете направить деньги любому участнику системы по своему усмотрению. Насколько он вам помогает в решении ваших вопросов. То есть, вы начинаете уже искать помощников, которые будут каким-то образом вам там помогать. Но это от вас зависит. То есть, мы не ограничиваем поведение человека внутри системы. Как он считает нужным, так и направляет. Либо он все деньги берет себе, пожалуйста, значит он пока не насыпался. Ну, значит ему надо, ну что сделать. Другой вопрос, что ему нет смысла накапливать эти деньги в виде денег внутри системы. Он это быстро поймет, как только система выйдет на полную мощность. Почему? Потому что каждый день курс меняется в большую сторону и брать лишние деньги в виде денег нет никакого смысла. Лучше их держать именно как системные единицы. То есть, присутствует система накопления? Система накопления единиц, не денег, а единицы. Ну понятно, но система накопления присутствует, но просто деньги назвали другим словом. Потому что эти единицы в дальнейшем сыграют, ну я немножко расширю, но я об этом уже в принципе и говорил. То есть, смотрите, какую задачу мы еще решаем. Вот эта система единиц, для того, чтобы она работала параллельно с системой денег, то есть, вот две системы, у нас дуальность образуется. Деньги работают в экономической зоне, а система статусных единиц работает в социальной зоне. И вот как раз накопление единиц в социальной зоне означает как раз рост тех возможностей, которые можно потом будет использовать в экономической зоне. И поэтому как раз мы получаем вот такую дуальность. Если здесь мы отдаем, то здесь мы накапливаем. Если здесь мы отдаем то, что накопили, то здесь мы получаем. То есть, как бы идет полное совмещение двух процессов, которые сейчас в обществе только один функционирует. И ему физически не хватает второй альтернативы статусной, понимаете? А уже накопление единиц на счету у каждого будет решать такие задачи. То есть, это не только возможность перевести в деньги, это возможность занять определенное место в обществе, это возможность получить доступ к тем ресурсам, которым управляет общество, а оно естественно перейдет к распределению этих ресурсов уже исходя из важности членов общества. И кроме этого еще появляется у нас еще очень интересный момент, как сила голоса участника. Количество единиц у него на счету это сила его голоса. Вот если сейчас мы любое голосование проводим, каким образом? Просто чисто по количеству участников. Один, может быть, какой-то человек имеет интересную информацию, а десять непонимающих просто скажет да ну его нафиг, мы его возьмем просто, мы проголосуем против него. И это решение не будет принято. Но если обладает этим решением человек с серьезным статусом, значит у него единиц гораздо больше, то он может не только десять человек перекрыть своим интеллектом, а гораздо больше количества. То есть на него уже не влияют люди, которые имеют низший уровень развития. Появляется кроме как равенства в выборах, но еще возникает такой интересный момент, как сила голоса. И вот эта сила голоса будет играть огромную роль в дальнейшем. Поэтому это и даст людям возможность удерживать у себя РПЕ, накапливать их. Если человек общественного склада, то есть ему нравятся какие-то вопросы решать общего плана, то без этих вот единиц, без статусных, без силы своего голоса он не сможет ничего сделать. Понимаете? То есть я сейчас пока задаю более практичный вопрос. Итак, вернемся. Значит, вот Алексей вошел за то, что он вместе с товарищем, кстати, товарищей тоже надо будет учитывать, которые организовывали этот эфир, вот вошел с товарищами, ему зачислились какие-то бонусы, например, тысячи, и потом дальше люди приходят, тысячи свои укладут, они поступают на какой-то счет, все равно так или иначе, тысячи рублей же попадают куда-то, они же не будут. Деньги не поступают ни на какой счет системы, то есть в системе не существует вообще никаких, мы не собираем никаких денег. Эти деньги поступают, вы определяете любого нуждающегося, которому готовы оказать помощь, и эти деньги поступают непосредственно на его личный счет. Ну, к примеру, к Алексею они поступили, хорошо. Да, вот Алексей довольно счастливый за то, что он пололакал языком, он получил несколько тысяч рублей, может быть, десятка, может, сотен. Отлично, деньги пришли на личный счет Алексея. Он такой довольно счастливый, что происходит дальше? Денег в системе не прибавилось, у Алексея появился статус, ему там накидали денег, да, и что дальше? Откуда деньги будут появляться для каких-то благих дел? Дальше Алексей пошел, поскольку он не работающий, он потратил деньги на проживание, он потратил деньги, наконец-то там заплатил, отремонтировал машину, которую там уже не может полгода отремонтировать, он потратил там еще на что-то, например, на оплату того же необходимых электричества, дрова купил, там не знаю, что-то еще, поскольку живет в деревне, потратил эти деньги, там питание, что дальше? Денег у Алексея нет, все, деньги потрачены. Замечательно. Дальше что? Смотрите, а вот Алексей просто вырвал себя из контекста тех людей, которых он пригласил, и поэтому увидеть только эту картину. Конечно, мне же интересно, что будет дальше. все правильно. Вырвали себя из контекста, и все отработали, да, все, у вас день не закончились, денег нет, но процесс-то не останавливается, система-то наполняется людьми, и что получается? Ну, это Алексей сейчас, у него есть ресурс, и он его применил, он использовал его, да, и благодаря этому... Монетизировал, да. Да, он вошел в систему, замечательно, но он-то пригласил людей для чего? Чтобы они просто ему оказали помощь и все? Нет, конечно, каждый из людей, которые заходят в систему, они уже понимают, что все, надо действовать в рамках системы, надо ее развивать, чтобы потом получить такие же ресурсы, как получил хотя бы на начальном стаде, как Алексей. Следовательно, они точно так же должны попасть в желтую зону. Понимаете? Так вот, когда они приглашают людей, то те люди, которых они приглашают, кому они будут отдавать деньги? Ведь им все равно, по большому счету, они могут выбрать любого человека и отдать ему деньги. Но вы-то уже пригласили людей, которые идут за вами, и они на себя взять не могут, потому что они еще вне желтой зоны. Что им остается сказать? Ребят, да вот Алексею отсылайте, вот наш человек, который нас привел сюда. И вы уже получаете не только с тех людей, которые пригласили, а уже с тех, которые пригласили они. То есть у вас поток продолжает, к вам идти. Независимо от того, да, то есть если кто-то из ваших людей, пока он еще не стал лидером, не вошел в список лидеров, он пока идет, ему все равно куда направить поток. И управляет его к вам. Идея понятна. Хорошо, дальше развиваем. К примеру, прошло два года. Алексей такой довольный, счастливый, ездит на Мерседесе, летает на своем собственном самолете, живет в прекрасной вилле, у него работают гастарбайтеры, подметают там и так далее полы. Все замечательно, здорово. Два года прошло, мы имеем уже не 100 человек, не 1000 человек, мы имеем, к примеру, там 10 миллионов человек, которые также под Алексея подписывались все и Алексею посылают по 1000 рублей за вход. Что дальше? Нет, 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 тут уже картинка немножко меняется. Так. Дело в том, что вот эти вот 1000 рублей, ну это так скажем, это ответ как раз тем людям, которые задаются вопросом. Ну все понятно, спасение мира, конечно, это что-то такое серьезное, ну вот сейчас что мне делать, где мне сегодня взять денег. Вот это как раз ответ, это как некий костык для тех, кто не знает, где сейчас взять денег, они могут таким образом, как вот на первых этапах, пока система набирает свою силу, они могут уже сейчас получать реальные деньги за то, что работают головой и приглашают в систему людей. Объясняют им положение дел в мире, а это не каждому дано. Почему? Потому что если у вас нет каких-то стержней, если вы не понимаете сами, почему вы сюда пришли, вы не сможете других людей убедить и сказать им, что да, вот идите, потому что здесь классно. Вы будете им какую-то нести ерунду, они скажут, а ну черт, это твоя система, они и пойдут сюда. Поэтому мы, конечно, будем подсказывать, как правильно, допустим, как разговаривать с той или другой категорией людей, но это для тех, кто хочет именно реально зарабатывать, то есть они хотят войти в систему, чтобы поправить свое материальное положение. Но это нам нужно только для того, чтобы войти, запустить систему на полномочность. На самом деле, как я уже сказал, что система ежедневно, именно ежедневно, выделяет тысячу единиц для активизации участников. Почему ежедневно? Потому что в систему заложена определенная логика, определенная математическая прогрессия, это так называемая геометрическая прогрессия с коэффициентом 2. То есть мы преследуем задачу, чтобы каждый человек приглашал в день по одному человеку. Больше не надо, достаточно, чтобы каждый, но в день. по одному. То есть если будем следовать вот этой логике, то для того, чтобы наполнить систему гражданами России, нам потребуется 28 дней. Ну, это как бы оптимально расчетно, я обычно говорю, месяц и так далее. Это все как бы мелочи. Понятно, что люди будут раскачивать, это гораздо больше, там будут идти, может быть, даже и не год, если сложно будет доходить, что надо быстро все это делать, что нет у нас времени на раздумья. Мы предположим, идеальный вариант, и мы завели в Россию за месяц всю Россию в нашу систему. Что в этом случае получается? Все, система уже давно наполнена, она заработает еще раньше, она заработает, как я так думаю, где-то процентах на 30-38%. Надо уточнение, система наполнена людьми. Участниками. Людьми, участниками. Деньги, потому что разданы были на руки сразу, они переводились сразу в карман тех, кто приглашал. То есть сетевой маркетинг в данном случае здесь рулит. Вот пригласил Алексей, ему деньги сбрасывал, пригласил Вася, ему сбрасывается, Петя, Петя, Маша, Маша. Денег в системе нет, деньги потрачены, потому что кто-то купил себе Бентли, потому что надо было насытить, кто-то самолет, кто-то там себе нефтяную трубу очередную подключил, ну и так далее. Дальше что? Вот вся Россия, вся Россия находит в системе, но денег нет. Что дальше? Вот смотрите, еще раз, система заработает гораздо раньше, чем вся Россия создает. Черт, где-то процентов 30, даже 38, так по моим расчетам, это уже будет необратимый процесс абсолютно. Вот тут уже начинают работать внутренние механизмы, то есть смотрите, что получается, как раз то, о чем я говорил. Мы начинаем усиливать роль статусных единиц, вот сейчас они чисто финансовая роль, поменяли деньги на единицы, потом обратно и так далее и тому подобное. А дальше, как я вам еще раз говорю, простейший, даже один из простейших механизмов, включаем выборы. Вот что такое выборы сейчас? Сейчас для существующей реальности что значит выборы? Человек приходит во власть для чего? Чтобы получить доступ к госбюджету, для того, чтобы иметь возможность лоббировать свои интересы на государственном уровне, для того, чтобы получать выгоду от своей административной деятельности, причем не только на себя, а в этот процесс включены все люди, которые его сюда ведут, которые его поддерживают, у них свои интересы. И теперь представьте себе, если мы просто, вот нас уже там, допустим, грубо там 20 миллионов человек, и мы запираем эту дорожку для таких людей, мы говорим, все, вот теперь только через РПЕ, что они будут делать? У них все рушится, у них все пропало, срочно надо что-то искать, какие-то выходы. Теперь им для того, чтобы один только РПЕ приобрести в нашей системе, надо заплатить 20-30 миллионов рублей. Понимаете? То есть вот уже к нам идут реальные деньги, вот когда они начинают, но они пойдут еще раньше, потому что умные паразиты, те просчитают эту систему еще раньше. И нормальный паразит, он тут же постарается это место занять. Он уже будет заходить не с тысячей рублей, а он, зная, что эти единицы будут иметь более важную цену чуть позже, он уже начнет сюда вкладывать реальные деньги, и они пойдут опять же к реальным людям. Понимаете? То есть мы уже здесь включаем элемент наполнения нашей системы совершенно другими единицами. Дальше, если мы начинаем понимать, что мы создали общество, которое работает по законам, совершенно другим, а не по тем законам, по которым работают паразиты, то мы начинаем нашу рейтинговую систему использовать во всех отраслях общественной жизни, во всех, без исключения. Но тут можно фантазировать сколько угодно, вариантов бесконечная множество, когда любой выбор, кому отдать ресурс, кому, тому или тому, будет решаться очень просто. У кого больше РПЕ, тот и получает. Все. Вот уже начинается жесточайшая борьба за наши статусные единицы. Понимаете? Те, у кого есть деньги, они понимают, что еще немножко, и деньги их превратятся в воздух. Я еще раз объясняю, что как только сравнится количество товаров и услуг сравняться с той денежной массой, которую мы пропустим через нашу систему, и люди уже будут работать с этими единицами внутри, то есть мы замыкаемся сами на себя, внутри люди начинают обмениваться этими ресурсами, нам уже измель, не нужны будут дополнительные ресурсы. Все, мы перекрываем этот кислород, и кто останется с деньгами, если они товар какой-то себе не найдут, они останутся с пустышками. Понимаете? А у нас на руках оказываются единицы, которые постоянно растут, понимаете? И мы под них всегда получим, можем взять любое количество денег для наших нужд. Вот такая интересная штука, заработает. Интересная, да. Вопрос такой, к примеру, мы знаем, что есть топ-менеджеры, которые получают в день несколько миллионов рублей, в день, не оговариваясь, и таких топ-менеджеров не один десяток у нас в России, которые получают миллион рублей в день. Ну, так вот, если так дальше рассуждать, вот сейчас эти достаточно умеющие считать люди вдруг услышали Сергея Колбова и сказали, «Кол, хорошая штука, новая система управления, ну-ка, давай-ка пока тут статусы небольшие, стоимость вхождения маленькая, давай-ка по тысяче рублей вбросим, и мы будем каждый день сюда по тысяче рублей вбрасывать». Ну, что такое тысяча рублей, если я получаю миллион в день, я с вами там записываю всех своих подручных, управляющих, записываю всех своих друзей, ну и, грубо говоря, пока здесь находится 300 человек в этой системе, становлюсь топ-участником этой системы, вкладывая каждый день по тысяче рублей, а может быть, или не по тысяче рублей, переводя добрым людям, вот этим всем, трехстам, например, по сто тысяч рублей в день, к примеру, в течение месяца, это не проблема для таких людей. Что происходит дальше? Отлично, хороший такой вопрос, и часто мне его тоже задают, вот, и думаю, что да, вот сейчас, посмотрите, я могу открыто, абсолютно открыто говорить обо всех вещах, обо всех конструкциях, которые устроены в подкове, и я реально не испытываю ни малейшего страха, что кто-то что-то может использовать во время. Почему? Начнем с того, что перехватить систему абсолютно невозможно. Почему? Потому что в конечном итоге, это, кстати, очень многие понимают, почему, есть интересные люди, я не буду фамилии называть, я их наблюдаю, скажем, в интернете, они когда-нибудь спрашивают, ну а что вы власть, допустим, у вас деньги есть, почему вы власть не возьмете? А они говорят, а что брать? Ну сейчас я вот возьму прецедент, создам, что я силовым путем взял власть, благодаря денег. Но завтра таких же вокруг меня сделают то же самое, меня сбросят, чуть-чуть я только потеряю какую-нибудь напористость, меня сбросят. И что толку? Какой смысл? Вот здесь примерно то же самое. То есть система устроена таким образом, что если вы заходите в отношения людей, которые, ну так скажем, новые, то есть есть старый мир, он со своими отношениями эксплуатации человека и человека, а здесь отношения взаимопомощи, то есть наоборот замечательно, пусть они заходят. Вот даже сейчас, я даже мало того, я объявляю открыто, говорю, если есть среди слушателей человек, обладающий простыми, скажем так, для которых 10 миллионов, так скажем, не особо большие деньги, рублей, причем не долларов, просто рублей, я подскажу, как можно с помощью системы эти деньги еще и приумножить. Но вы начнете работать все равно на благо системы. Вот что бы вы не делали, даже приумножая эти деньги, вы все равно будете работать в целом на систему, которая не позволит вам вообще перехват внутри осуществить. Почему? Потому что каждый человек в системе становится хозяином. Понимаете? Вот секундочку, секундочку, я хочу уточнять сразу. Значит, получается, у нас есть РПЕ, да? Это когда уровень доверия человеку, который связан с тем, сколько пользы он в системе другим людям принес. Вот, к примеру, 300 человек, они сейчас на сегодняшний момент внесли по 1000 рублей. То есть, скажем, грубо говоря, там, ну, копеечки вообще, да? А тут пришел такой, например, там, 30-50, 100 даже человек, может быть, даже 300 человек, которые могут внести намного больше и получили вот этот уровень доверия сразу выше всех других. То есть, в десятке топ-лидеров будет находиться именно кто-то из них, или они сами, или их доверенные люди. Что дальше происходит? Так, смотрите, как замечательно получилось. Они же как придут? Они все равно что-то отдадут, правильно? Да, дадут, но теперь их голос так, но мы же учитывали, до этого говорили, что голос-то будет не всех приниматься внимание, а тех, кто обладает высшим статусом доверия. А высший статус доверия, как это и почему? Потому что было значительно... Голос применяется, учитывается каждого человека. Хорошо, но у них намного больше, он в десятки раз больше, приниматься будет внимание он. Смотрите, Алексей, в системе уже заложены определенные механизмы, которые не позволяют паразитировать, ну так скажем, получить абсолютную власть тем людям, которые даже что-то сделали, скажем, на каком-то этапе они зашли с хорошей суммой денег и реально кому-то помогли. Но, во-первых, если они зашли с хорошей суммой денег и кому-то эти деньги отдали, это уже цель самоуподковы. То есть, этими ресурсами уже пользуются те участники, которые находятся внутри системы. Это уже замечательно. А дальше в системе есть следующий механизм. Почему у нас как раз на площадке находятся только лидеры? Почему? Потому что у лидеров существует еще одна интересная обязанность. Вот эти тысячи единиц, которые ежедневно начисляются в системе участникам, ее формируют лидеры. То есть, вот этот фонд, общий фонд продвижения системы формирует лидеры. Что это значит? А это значит, что как только фонд системы себя исчерпывает, то автоматически со всех лидеров списывается 10% на пополнение этого фонда. И фонд опять существует, он опять функционирует. Списываются виртуальные РПЕ? Да, денег в системе вообще нет. То есть, списываются вот эти единицы. То есть, для того, чтобы стать абсолютным лидером и удержаться на вершине, нужно постоянно подпитывать себя вот этими единицами. Понимаете? То есть, если вы не будете это делать, то очень скоро вас кто-то обойдет и будет... Замечательно, замечательно. Вот давайте теперь так представим. Вот есть Сергей Колобов. Я думаю, что он все-таки уступает по деньгам многим топ-менеджерам. Да? Значит, вот представляем. Вот есть 10 человек, которые, грубо говоря, с голым попом сидят ровно на скамеечке. Очень хорошую систему придумали. И вот тут входит 10, а может быть 15 или 20 человек, который не с голым попом, у которых попа прикладывается зелеными бумажками, есть многие миллиардные счета. И вот они, значит, вложили один раз. Замечательно. С лидеров только списывать. С этих 10, правильно? Только с 10. 10 процентов. Не 10 человек, а с 10 процентов. С 10 процентов. Это означает... А их же все больше, 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 больше. Чем больше людей, тем больше желтых. Ну, хорошо, хорошо. Значит, с 10 процентов. Здесь же надо учитывать следующее, что процент такая штука, которая у кого-то больше, у кого-то меньше, все равно в любом случае будет. Ну, ротация лидера в любом случае идет, потому что под ними сразу люди переходят в высшую зону, у них же больше единиц, ниже, ничего не списалось. А эти штуки руководят вниз. Замечательно. Вот решил, например, прийти какой-то человек с последней тысячи рублей, и мы видим следующее, значит, он заходит сюда, и там говорится, пожалуйста, будь ласка, помоги вот этим вот 10 в топе, которые сейчас находятся. А 10 в топе находятся как раз вот эти миллиардеры, которые в свое время положили. Им этот тысяча рублей вернулось, которые когда-то они потратили. Заходит еще один новый дядя, в топе ты можешь помогать тем, кто в желтой зоне находится, в майке лидера желтой. И опять эта тысяча рублей идет туда к ним. Ну, замечательно. Пришло тысяча человек, тысячу умножаем на тысячу, вот эти деньги все к этим миллиардерам вернулись. Они опять эту тысячу вкладывают и уже ничего не теряют, то есть они уже играют на деньги, которые поступили в их карман, вот тех, кто пришли поиграть. И вкладывают эти деньги. В следующий раз пришел миллион, они находятся в желтой зоне в этом случае. Их друзья, их знакомые, которых они протянули, в желтой зоне находятся. Принимать решения, их голос больший. Обладают деньгами они, потому что деньги все входящие, видят только их, они могут только им направить. И в этом случае они эти же деньги или часть их могут опять же вкладывать. Человек, который положил тысячу рублей, у него один голос, он в топ желтый не попадет. А вот если тебе пришел миллион, например, от десяти тысяч или от ста тысяч людей, которые вошли сюда, ты можешь часть, даже не миллион, а всего лишь навсего десять тысяч вложить. И ты в десять раз будешь выше, то есть по системе эту поддержишь, чем тот, который только что вошел с тысячу. Мало того, ты когда будешь заново поддерживать систему, ты же будешь распределять не этому бедолаге, который с тысячи последних рублей с помойки вернулся, а ты будешь ее раскладывать между своих. То есть тут будет получаться система. Например, вошло сто человек, миллиардеров, они просто в эту игрушку друг другу будут эти деньги перефутболивать, а те люди, которые будут с последней тысячи вкладывать, будут попадать кому-то из них, они опять их будут вкладывать, повышая свой статус. И вот такая игра будет очень интересная. Вы смотрите, вы пока эту, опять же, ситуацию обрисовываете, потому что вы не знаете, как устроена система. Поэтому у вас, меня часто начинают тут же ловить на чем-то, пытаться какую-то там ловушку поймать, помните. Понятно, а это все... Эта система уже давно выстрадана, и как бы все эти вопросы, они решены. То есть что здесь получается? Смотрите, вот эту тысячу несчастную, это вообще так, это сделано только для того, чтобы именно человек смог перешагнуть через свою, так грубо скажем, жабу, да, то есть подавить себе эту жабу накопления и сделать как бы этот шаг, что надо по-другому жить, да. На самом деле, все перемещения происходят, ведь тысячу вы получаете только за новичка, а все остальные перемещения, единиц происходят уже внутри. То есть система рейтинга позволяет любому участнику перемещать любые единицы. Кто вас заставляет именно этим топ-10... Сергей, Сергей, не любые единицы, а которые у него есть. Да, которые у него есть. Поэтому мы же говорим, у миллиардера таких тысячи единиц, человек, который пришел с последней тысячей рублевкой, у него даже не тысяча единиц, у него 0,10, потому что он вошел, когда там уже несколько десятков тысяч людей, к примеру, у него там вообще нет ничего. Кто его, опять же, кто ему мешал зайти в эту систему, когда все... Нет, а мы сейчас не говорим о том, кто ему мешал, просто на помойке не было радио, которое он мог послушать, не было у него компьютерной помойки. Он услышал, когда услышал. Вот он решил услышать Сергея, принес тысячу рублей. Эти тысячи рублей попали в желтые майки, вот этих самых миллиардеров. И таких вот с помойки пришло, он еще сагитировал, например, одновременно вступили какое-то количество людей. И вот эти желтые майки получили эти деньги. Их статус повысился, очков они набрали больше. Это мелочь, копейки они получили, даже мелочь абсолютно. Ну, хорошо, хорошо. Ну, что будет работать? И они заново, они заново, еще раз говорю, они заново эти деньги вложили и распределили между собой, опять же, между собой. Они не стали этому бомжу давать несчастному. Они вот, есть там сто человек, они между собой, говорят, перебрасывать эти деньги. И статус их повышается, они получают в очки. Они же в системе помогают друг другу. То есть условия системы не нарушаются. Алексей, все правильно. Смотрите, внутри себя перебрасывать нет никакого смысла. Значит, если ты кому-то отдал, у тебя статус уменьшился. Понимаете? Как это? Как это? Если я кому-то... Нет, но если... Нет, я деньги вношу в систему, мне прибавляется определенное количество баллов. Так а представьте, сколько это будет прибавляться? Это копейки, это вообще мелочь. Да, но подо мной, еще раз, вот, к примеру, вошли одновременно тысячи людей. Одновременно. Тысяча рублей. Умножаем на тысячу рублей. Довольно большая сумма денег пришла. Вот. Но по законам этого жанра, по законам этой системы, передать он может только тем, кто находится в желтой зоне. Сколько человек сейчас в системе? В этот момент, когда вы рисуете вот эту картину, сколько по вашему человек в системе? Я сейчас... Я говорю, что миллиардеры могут подключить кого угодно. Статус его не могут поддерживать. Эта ситуация немножко в другом все развивается. Ну, просто скажите, сколько человек обозначить? Мне нужно знать цифру. Ну, к примеру, тысяча человек для начала. Тысяча человек. Значит, в желтой зоне будет уже сколько? Десять процентов берем, да? Десять процентов. Да сколько? Ну, математик не я, математик вы. Сто человек, правильно? Сто человек. Что такое сто человек миллиардеров? И все сто человек, которые привели с собой вот эти миллиардеры. Конечно, они же свои цели. А почему вообще миллиардеры здесь не нравятся? Почему вы этим миллиардерам закрываете дорогу? Если они пришли сюда по правилам системы? Почему кто-то говорит, что я закрываю? Я рассматриваю ту ситуацию, которая есть. Вот сто миллиардеров здесь существует. Значит, входят новые люди. Они дают деньги этим миллиардерам, поскольку они находятся в желтой зоне. Вот пришло, к примеру, умножаем там тысячу рублей, умножаем на тысячу, получаем миллион рублей пришел. Этот миллион распределился опять между миллиардерами. Миллиардеры, не будь дураками, чтобы повысить свой статус. Плюс этот миллион вкладывают опять заново среди тех, кто там находится. То есть, опять возвращают систему. Кому они первым делом это возвратят? Они возвратят своим соседям или тем, кого они вывели туда. То есть, это начинается игра. У них статус остался. Они находятся в этой 10-процентной зоне желтой, кому все деньги будут капать изначальные. Во-вторых, они получили новые баллы за благотворительную деятельность, поскольку они помогли любому члену из системы. Все замечательно. То есть, в случае, если будет принятие какого-то решения, их голос будет стоить намного больше. Ну, голос бомжа, если мы учитываем, что там будет потом тысяча человек, разделенные на его тысячу, там вообще ничего стоит. А у этих уже многие тысячи баллов. И они крутятся постоянно. Тем более, что мы знаем, что на Рублевке очень ребята активные. Рублевка в кавычках, не обижайтесь на меня, я просто в кавычках говорю. На Рублевке, как нарицательные, да, уже. На Рублевке ребята очень активные, им хочется постоянно чем-то заняться. Но один другому скажут, слышь, тут есть новое шоу такое, поиграть там в статусы. Ты что там по помойкам каждый раз лазишь, там в ролевые игры играешь? Вот, займись делом. Своих поддержи, там потом померитесь, у кого больше статуса, кто в желтой зоне, кто не в желтой зоне. Играйте в это дело. Друг другу можете помогать, перебрасывать деньги. Бомжи вас не интересуют. А при этом, если станет вопрос решения чего-то, у вас уже статус, который позволит вам влиять на систему. То есть, не копное право в данном случае, а демократия в том виде, как она сейчас и есть при выборах, где статус назначенного лица выше статуса самовыдвиженца. То есть, если, например, президент этой республики кого-то выдвигает, или партия какая-то, партия президента, или рядом с ним находящийся, кого-то в список выдвигает, то в этом случае статус этих людей, выдвиженцев, будет намного выше, чем самовыдвиженец. В любом случае. Потому что, ну, кто-то систему идет, тот и выигрывает. Это понятно. Это еще товарищ Сталин говорит, не мои слова. Не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Ну, в измененном варианте, упрощенном. Вот. Поэтому, я вижу, что если миллиардеры втянутся, и рублевка вся подключится, то в этом случае там будут соревнования между ними, а кто друг другу больше помог, и кто в этой желтой зоне остался, у кого майка лидера. Естественно, что в конечном итоге, какой плюс от этого будет тем несчастным бомжам, которые нашли тысячу рублей и решили ложиться. Алексей, я просто Бога буду молить, чтобы ваши слова реализовались в действительности. Понимаете, почему? Нет. И объясняю. Потому что это самый лучший вариант для развития системы. Ну, поверьте мне, я больше чем уверен, что вот эти вот миллионеры и миллиардеры вообще сюда не пойдут ни один человек. Но если пойдут, я говорю, просто Бога буду молить, потому что я еще даже подскажу им, как эти деньги не только, а приумножить, еще и больше получить этих денег, которые они вложат в систему. По нескольким причинам. Первая причина, которая самая важная. Они вошли уже в систему новых взаимоотношений. И поверьте мне, все настолько продумано, что повернуть эту систему в корыстных своих целях просто невозможно. Вот если вы придумаете вариант, мы просто сядем отдельно с вами поговорим, и я вам покажу, что он не работает. То есть, если вы начали играть по правилам этой системы, почему говорю, мне даже все равно, кто придет к власти, не важно, кто придет, но если он проходит через нашу систему, он не сможет никаким образом повлиять вообще на ситуацию. То есть, система уже все, он внутри системы и работает только по правилам. А правила нашей системы какие? Благотворительность. Все. Да, благотворительность своим знакомым, близким. Благотворительность может заключаться не на правое дело и на пользу, а именно на пользу тех, кто рядом с ней находится. То есть, в Рублевке там несколько тысяч человек у нас живут. Сейчас. Мы никаким образом не отделяем жителей Рублевки. Они не будут приносить никому пользу, они будут деньги перебрасывать из одного кармана в другое, потому что система с этого ничего получать не будет. Наоборот, если они начнут перебрасывать деньги из одного кармана в другой, то все остальные люди, начнут эти деньги выловить просто. Они просто увидят, что система работает. В эту систему начнут входить все больше и больше людей. Значит, у нас уже будет не тысяча человек. Как они увидят, что она работает? Они играют в игру. Деньги у них прибавляются за счет дурачков, которые приходят с помощью. А у них пусть прибавляется, они играют на своем уровне. И они этими деньгами покупают себе статус, они увеличивают свой статус, тратят эти деньги. А покупают статус каким образом? Внимательно. Вот теперь, как говорил Капперфит, следите за руками, медленно рассказываю. К примеру, вот у меня 10 человек, которые находятся, я их прекрасно знаю, в этой 10 процентах. Условно. Условно, да? Условно. Вот у нас майки лидеров одеты. Дальше. Приходит еще какое-то количество людей. Ваши люди? Нет, с улицы. Зачем? Бомжи пришли. Вот я говорю, сдали бутылки, сдали бутылки, по тысяче рублей. Не выпили. Да, не выпили лишний раз и решили направить. Принесли. Они, значит, по условиям системы, с ваших слов, они могут эти деньги направить только тем, кого они видят. А видят они только майки желтых лидеров. Вот в этой желтой зоне. А кто привел этих бомжей? В смысле, кто привел? Вы упустили в самый важный момент. Кто их привел? Ведь вы как попали в систему? Смотрите, мы в чему сделали систему? Я сейчас в систему не попал, мне Сергей Поблатов обещался туда записать. Ну, так мы с вами уже решили, что вы попали, да, если захотите, конечно. Так вот, я еще раз объясняю. Ведь я же вас туда пригласил. То есть, я уже управляю, допустим, и подсказываю вам, как дальше действовать. Вы приводите следующих людей. Это же ваши люди. Это же не какие-то бомжи с помойки. Это ваши друзья. Кому они деньги могут послать? Когда вот первый раз... Сейчас мне, допустим, да? Но если хотите, направьте любому. Для меня эта роль большая не играет. Еще раз объясняю. Но смотрите, когда вы станете лидером, то для вас уже важно, чтобы те люди, которые будут приходить, от этих людей направили к вам. Секундочку. Подождите, я еще не лидер. Я рядовой член этой системы. Вот, значит так. Представляем себе такую ситуацию, что вошли сюда миллиардеры, которые сразу же после первых взносов, они не тысячу рублей вложили. Они вложили намного больше. И они сразу же оказались в этой 10% лидера. Вот сразу же. Ну что, 29 миллиардеров взошли? К примеру. А почему нет-то? Ну не по тысяче рублей они внесли, а там по 5 тысяч. А кто у них возьмет? Кому они дадут эти 5 тысяч? Мне они предложат, скажут зачем? Мне не нужны ваши деньги. Ну кому-то они все равно предложат. Кому? В том-то и дело. Смотрите, что интересно получается. Вы не можете сюда просто так войти и влить сюда капитал, если человеку не нужны. А зачем? Он знает, что вот сегодня ему нужно, допустим, грубо скажем, 10 тысяч рублей, чтобы, допустим, заплатить за ребенка, за какую секцию или еще что-то. Не важно. Вы будете предлагать ему миллион. Так, хорошо, я понял. Понял, понял. Значит так. Зачите ваш миллион. Играем по-другому, ладно. Значит, вошел такой Алексей, который сделал себе именно радио. Все замечательно, все здорово. И у него добрая, хорошая идея строить радио дальше. Для этого нужно что? Зарплата тем людям, которые участвуют. Ему самому нужна зарплата. Нужны какие-то коммунальные расходы. Необходимые расходы на транспорт, расходы на телефонию, на сервер, на много-много чего другое. На вещатели. Там большой перечень, на самом деле. То есть, радио достаточно затратная структура, если все по-серьезному делать, если приглашать профессионалов. Там это может быть и миллион в месяц, это может быть и 5 миллионов в месяц, это может быть и 10 миллионов в месяц. Ну и так далее. Рублей пока. Я говорю, слушайте, миллионеры, хорош делами заниматься всякими глупостями. Вот тут есть такая система подкова. Вы войдите в нее, и потом мне перечисляйте деньги. Я эти деньги поглощу, и 10 миллионов поглощу сразу, и 20. Причем я буду их поглощать, и я буду развивать радио. Да, и вроде бы хорошее дело. Вроде бы, казалось бы, хорошее дело. И я найдусь подлец и негодяй из этой системы, который возьмет все эти капиталы, ими предложенные. Я один мерзавец. Почему вы мерзавец? Ну почему? Я же их миллионы. Тут такие Сергеи и все остальные люди, которые... Ни в коем разу. Берите, Сергей, на здоровье. Так, все. Вот, вот, отлично. Значит, я получил разрешение. Взял эти деньги. Мерзавец. Вы, наоборот, герой в нашей системе. Взял эти деньги. Да. Взял эти деньги. Эти люди за счет вот этой благотворительности, они поднялись в десятку лидеров. Вытеснили Сергея, вытеснили других, вытеснили меня. И теперь они находятся в этой десятке. И они говорят... Три человека? Почему три человека? В чем здесь десятка? Вы же поймите, не десятка человек, а десять процентов. Десять процентов. В сегодняшний момент десять процентов захватить очень просто. Двадцать девять человек придут миллионами. Отлично. Да хоть тридцать придет. Пусть приходят. Замечательно. Замечательно. Вот они сейчас, Алексей, все деньги слили, и теперь они, значит, стали лидерами. В желтых майках все одели, замечательно, все хорошо у них И теперь они, значит, Рублевских своих приглашают Бомжей, которые там вокруг Рублевки живут И говорят, ребят, давайте входите, сейчас поиграем И, значит, у них начинается борьба Они такие люди, я же знаю просто их Они люди очень активные Им любая игрушка, ну, когда делать Потому что очень часто людям делать нечего, на самом деле Отлично, я решил Да-да-да, и вот, значит, что получается Они начинают соревноваться за эти 10% То есть, что сделать Тут вошел дядя Беня, принес с собой, грубо говоря, еще Какую-то сумму денег, не тысячу рублей Вот, уже про Алексея все забыли Он уже неинтересен Да, вы уже неинтересны, согласен Уже через него все вошло Значит, Алексей дальше сидит, чешет репу Получил он там каких-то несчастных 100 тысяч рублей Ему обещали миллионы, а получил он 10 тысяч рублей Что с ними дальше делать не знает Но при этом негодяи оказались наверху Ну, условно негодяи, естественно Игроки оказались наверху Да, настоящие игроки такие пришли Замечательные Игра бизнеса И которые, значит, теперь начинаются с условиями Я тебя под себя подписываю Ты приходишь, я нахожусь с желтым Если хочешь с желтым, значит, ты тогда уже играешь по тем правилам Которые я тебе говорю Соблюдая правила системы, не нарушая, естественно Значит, тебе начисляются бонусы Ты им потратил Ну вот, а дальше я тебе бонусы опять тебе же перечисляю Или там кому-то еще И вот так вот мы друг друга поднимаем, поднимаем, крутим Простые люди при этом ничего уже не получают Алексей сидит с голой задницей Потому что поток денег иссяк Больше никто ему ничего не платит Вот Там ребята активно участвуют Те, которые приходят, они Алексея не видят Он не находится в желтой зоне Они видят этих миллионеров, которые там приходят И играются в это дело А они этими деньгами распоряжаются И опять благотворительные взносы друг к другу делают Друг к другу делают Нужно, не нужно Они не спрашивают Кто готов принять? Я готов принять На получи Кто готов принять? Я готов На получи И вот таким образом Вот эти вот 10% там крутятся Это прием денег Вот этим 10% Тем более потом они подписывают своих сыновей Своих дочерей Своих бабушек Дедушек, тещ Ну как они сейчас переписывают Свои виллы Там банковские счета Машины Вертолеты На всех остальных Вот то же самое будет Приглашение друзей и знакомых Потому что бомжей много Бутылок тоже много Они сдают тысячу рублей на скребут Ну тысячу рублей кому дать? Тем, кто в желтой зоне А в желтой зоне появилась бабушка миллионера такого Любовница миллионера такого А у него любовниц 20 штук И надо их всех содержать А какая хрен мне разница содержать Их самому платить своих денег Если бомжи, которые приходят Могут в этой желтой зоне Людей поддерживать А там у моих 10 любовниц Гарем целый И они будут спихивать А дальше эти девочки Будут, например, делиться Я скажу там 10% мне откидывайте И все будет хорошо Они новые бонусы получают За вложения Я принимаю деньги Они получают новый статус Потому что не по 1000 рублей вкладят Это по 100 тысяч, к примеру А я эти 100 тысяч Как миллионер Схаваю их хорошо Замечательно И вот такая игрушка разворачивается Замечательно еще Пусть разворачивается Вы поймите эту вещь Что они-то деньги откуда берут? Они берут деньги извне Они только приглашают Еще раз Сергей, невнимательно следили за руками Еще раз А вы сейчас пока Ушел Показываете, понимаете? А вот если вы Хотя бы одного миллионера сюда заведете Секундочку Бомжи Бомжи Добавляются Бомжи добавляются Если бомж активный То стоит бомжу Пригласить завтра Еще одного своего бомжа То у него уже единицы Так же, как и у миллионера Прибавляется Он может соперничать С любым миллионером Понимаете? Как бы это Вы видели? За руками Невнимательно следим То, что вы рассказали Я вижу Теперь то, что Вот есть проблема У часто людей Когда мы чем-то увлечены Мы не можем слышать других Не можем представить Что говорят они Значит, проблема в том Еще раз говорю Миллионеры находятся В желтой зоне Динь Пришло 100 бомжей Они Тысяча рублей Здесь не играет Никакой роли вообще Каждый по тысяче рублей Вложил Только в миллионеров Дальше Миллионеры что делают? Ну, тысяча бомжей Это сколько На тысячу рублей Сколько это? Ну, умножьте Что это? Это копейки Тут же не это главное Тут же главное другое Откуда у человека Появляются единицы Вот нам что самое важное То есть Вот это тысяча рублей Мы сделали специально Только для одной цели Чтобы люди не увлекались И не приглашали систему С большей суммой Я же не закончил Я же не закончил Вы не ограничиваете Вы лично не ограничиваете Сумму входа Если ее кто-то готов принять Система примет От новичка только тысячу Вот это ограничено Однозначно Мы специально это закрыли Замечательно Тысяча рублей от новичка примет И только за это он получит Единицы Тот, который его пригласил То есть Тут единицы работают Тут не деньги работают Деньги здесь никакой роли не играют А вот единицы получить Вам важно Поэтому ничего Кого пригласить Миллионеры Бомжа Не имеет значения Хорошо Бомж вошел Получил свою единицу Деньги направил Миллионерам Эти Дальше Миллионеры Это вообще ни о чем Да Нет Это одна тысяча рублей А пришло сто бомжей Значит Если сто бомжей пришло Десять мест добавилось Значит Нужно еще десять миллионеров Системы Чтобы занять эти десять Один Один миллионер Бабушка миллионера Десять Даже если От ста Это всего лишь десять процентов Это не так много От ста человек Там десять человек Бабушка Какую сумму должна бабушка вложить Она же с тысячей придет Как она попадет в желтую зону Она же не попадет Она будет внизу Там же где и бомжи находятся Понимаете Это на первом этапе А потом-то Внутри системы Потом-то Внутри системы Миллионеры могут Этой бабушке своей Переслать деньги Да Дальше В систему деньги Внимательно В систему деньги Не попали Например Миллионер Вася Своей бабушке Переслал через систему Сто тысяч рублей На миллионера Васю За благотворительность Записалось какое-то количество баллов Правильно? Правильно Да Он же сделал Дальше Бабушки Со счета бабушки То есть бабушка упала Если он у бабушки Скажем Деньги перечислил То у бабушки единицы упали А у него прибавилось Ну и что за счет бабушки Упали Упали как Вот сколько перечислил Столько упали Или Со счета бабушки Не со счета системы А со счета бабушки Или со счетом Любого другого миллионера Какая разница Все играют в разные игры Понимаете Разные условия Для всех Абсолютно разные А когда Когда входящие деньги Кладут Когда входящие деньги Кладут тому же самому Миллионеру По тысяче рублей То же самое с него Высчитывается сумма Эквивалентная 10 тысяч пригласил Алексей По радио Да Провел такой эфир Пришли 10 тысяч человек Значит Они Алексею Он не находится В желтой зоне еще Деньги переслать не могут А вы со второго человека Уже в желтой зоне Что значит в желтой зоне Я же вам говорю У последнего человека Который сейчас Находит в желтой зоне 1400 единиц То есть Как только вы приглашаете Я же не думаю Что завтра Все дружно бросились В подков Нет 10 тысяч человек пришло К примеру Завтра Завтра 10 тысяч человек Ну почему нет Это же нереальные условия Нет Что значит нереальные Мы готовы Замечательно Вы же ставили правила Смотрите Алексей Скажите системы Любая система Любая система Жизнедеятельность Жизнедеятельность Проверяет на практике Проверяет В каких-то Не только на практике Но еще в расчетах Допускающих минимум Максимум Любой например Военная Какая-то разработка Она тестируется В максимальных Например Автомат Калашникова Его при 40-градусном морозе Испытывают Когда он нужен выстрелить Его испытывают Когда Симулируют Бурю песчаную Где все забито Его там еще При жаре Когда плюс 60 градусов Испытывают То есть естественно Что в таких условиях Ну вряд ли все автоматы Будут применяться Но испытывают Для того чтобы В случае чего Можно было Так вот Представим Что завтра К примеру Алексей пригласил Сегодня на эфир Сказал Ребят приходите Вот пришло 10 тысяч человек К примеру Завтра И вот здесь сразу же Ответ Алексей же знает Что ежедневно Выделяется Тысяча единиц Какой смысл Ему Сегодня Регистрировать Все 10 тысяч Человек Так я что Запрещу людям Регистрироваться Что Нет Ни в коем случае Вы же их Регистрируете Ребят Не торопитесь Вот Каждому из вас Система так устроена Что она Чтобы в день Каждый заводил Только по одному человеку Разберитесь между собой Кто за кем идет Я буду Помогать Регистрировать Каждому В день Вот это Утопическая система Объясняю почему Потому что Они между собой Незнакомые Эти радиослушатели Они послушали У них слеза Такая скупая Мужская пробилась Сердце заколотилось Надо помочь Системе Надо вступить Куда Позыв Алексея Нас призывал Да без проблем И 10 тысяч Что мы получаем В этом случае Алексей Смотрите Что мы получаем Опять же Остановимся На этом моменте Что пока Нам слишком Не развиваться Дальше То есть Что мы получим Алексей Раз он такой Не может организовать С этими людьми Какую-то очередь Мы Одну тысячу единиц Разделим На 10 тысяч Да То Алексей Получит За всех За них Одну тысячу единиц За всех 10 тысяч человек Он завел Значит ему Больше единиц Не надо Ну не надо Так не надо Какие проблемы Ну вот Алексей не знает Что ему сделать Чтобы с этими единицами Стало больше Ну нет 10 тысяч нормально Забачиваю 10 тысяч Отлично Умный человек Понимаете Вы эти деньги Должны направить На себя Поэтому Умный Я работаю на державу Я не умный Был бы умный Сейчас бы уже Сидел на могиле Очень важно соблюдать Правила подкова Она для чего и создана Вы для себя смотрите Выгодно вам это или не выгодно Не хотите Ну ради бога Направьте эти деньги Мне замечательно Мне это устроит Если вы такой добрый человек Хотите Да я очень добрый Направить ко мне Это замечательно Я только спасибо скажу Причем Я ведь не только развиваюсь Мне допустим Реально денег Сейчас особо так и не надо То есть у меня есть Какие-то ресурсы Я на них живу Но я получаю Ничего себе Такой замечательный ресурс Я сейчас тут же запускаю Программистов подключаю И начинаю Еще более совершенствовать систему Еще более интересные Варианты подключать Ну замечательно Давайте в этом направлении пойдем Это и есть система Если вы готовы направить Этот благотворительный ресурс Не себе А кому-то другому Это замечательно Направляйте Кто против Отлично Все замечательно Значит Сергей получил За Грубо говоря За выход этой программы 10 тысяч человек Деньги хорошие Вот каждый по тысяче Внес Все замечательно Алексей Остался в стороне Что дальше Значит У Алексея Насколько я понимаю Ничего не прибавилось За то Что Сергей получил Большую сумму Деньходящих Он Какие-то бонусы потеряет Какие-то единицы потеряет Конечно С моего счета Будут списаны Единицы Тебе Которые перечисляют По тысяче рублей То есть Тем самым Еще Алексей Сделал плохо Он списал Значит Что мы видим Дальше Алексей Кому плохо Я сейчас Я дальше рассказываю Дальше рассказываю Значит Получается Что Алексей Не получил Майку лидера Он Не попал В те 10 процентов Куда Входящие Платят деньги Потому что Он не смог Организовать Этих людей Чтобы они по очереди ходили Например на 10 тысяч дней Да Чтоб каждый На 10 тысяч дней Растянулся Значит Ты завтра входишь Ты послезавтра И так далее Надо всех Ради слушателей Звонить Чтобы мне написали Я там раздам номера Когда входит 10 тысяч дней Ну-ка там 365 дней в году У нас Посчитали Сколько это На сколько лет Растянется Веренится вхождение Очень интересно Да Смотрите Отвечаю сразу же Алексей Сразу же Не спешите дальше Но они-то поступают же Ко мне Люди-то Приходят ко мне А я что делаю Я спрашиваю Ребята А вы что-то Собфу пришли Да вот мы Алексея Услышали Так замечательно Отлично А зачем вы пишете Мой айди Сюда писать Мой айди не надо Пишите сюда Айди Алексея И все Вы можете даже Ни с кем не общаться Из них Но я им говорю Вот Алексея пришли Замечательно Пишите айди Алексея И вы уже После второго человека Уже сразу попадаете В зону лидера Все Я же Понимаю Что этот поток Идет от вас Почему мне вас Не поблагодарить За то что вы сделали Я же Мы же с вами вместе В одной единой системе Здесь другие отношения Здесь не те отношения Когда я пытаюсь Себе уронить Мне зачем Какая разница Мне к кому эти деньги придут Главное чтобы система Развивалась И самое главное Развитие системы в том Чтобы у Алексея Появился интерес К этой системе И чтобы он голову Себе не ломал Что у меня правильно Какую-то очередность Устраивать Какие-то там эти С людьми Какие-то разговоры Вести Я вот сделал свое дело И система заработала Это замечательно Почему мы И я Не то что рекомендую Я везде объясняю следующее Вот если вы сделаете Какой-то Скажем Информационный ресурс Уже от себя То есть вы уловили Идею системы И запускаете Некий информационный ресурс От себя В данном случае Это вот эта программа Это ваш ресурс Поэтому Мы спокойно можем Выставить Что все те люди Которые пришли По приглашению Алексея И которые благодаря тому Что услышали нас Именно включили систему Благодаря информации Алексея Пожалуйста Указывайте В системе регистрации Идея Алексея И это можно сделать Даже указать Если надо На сайте Или еще что-нибудь Понятно Понятно Да Но я думаю так Что если бы У меня было Например Желание Заработать деньги И послать их Какое-то Русло Полезной державе То я бы Сделал проще Я бы никакую систему Не входил Я просто-напросто Объявил Что собираются Деньги На вот То чтобы К примеру Нанять Профессиональных Музыкантов Профессиональных Редакторов Профессиональных Тех-то 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 И для этого Нам нужен ресурс Это приблизительно Те деньги Которые Реально сейчас Нужны Это примерно 500 тысяч В месяц Грубо говоря Чтобы радио Стало более Еще интересно Чем оно сейчас Есть А так Вообще Максимальная сумма Которая Необходима Это 5 миллионов В месяц К примеру Вот я сделал бы Такое Объявление Повесил бы Какой-то баннер Который бы везде висел И в общем-то Он существовал Дальше Такой плюс А чтобы это было дальше Да-да-да Вот сейчас дальше Я рассказываю Что было дальше А дальше Было бы распространение Тех устоев жизни По которым Жили наши предки Дальше было Поднятие тех Пластов истории Которые Прошли Которые до сих пор Малоизвестны Приглашение Тех людей Которые до сих пор Еще не были у нас Оплачивание дороги Ресурсов Людям Из этих же денег Которые еще Не могут на нас Добраться И что-то сделать Оплата экспедиций И так далее И тому подобное То есть Расширение 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 Слушателей Например До нескольких миллионов В день Вполне реально Вполне нормальное Создание своих Систем Торговли Создание своих Систем Оповещения Например По праздникам По всему остальному Много чего Можно было бы сделать Вот И получается Что в данном случае Что получается Люди начинают Жить по совести Потому что Человек Который интересуется Нашим прошлым Он уже Начинает жить по совести Его уже Не интересуют Те В кавычках Блага В кавычках Цивилизации Которые разрушают Природа Разрушает его Которые На созидание Людей бы интересовала Например Полноценная семья Где полноценная семья Там много Детей Дети здоровые Воспитанные Ухоженные Нет детских домов Нет проституции Нет наркомании Нет воровства Вот Крепкая семья Крепкая община Крепкая община Крепкая весть Крепкая весть Крепкая держава В принципе То что сейчас нам и нужно Если будет крепкая Россия И все коренные народы Будут жить в мировую ладу То в этом случае Те ресурсы Которые у нас есть Они в принципе Нас всех устроят И другие страны Начнут нас смотреть Уже не с точки зрения боязни С точки зрения Как бы хорошо присоединиться А там где люди живут По конам и за конам Там система Тема выбора И Скажем так Назначение На должности Она несколько иная Чем которая сейчас есть То есть Нет тайного голосования В котором например Можно что-то менять Как хочешь Ну какая тебе разница Ты бумажку переложил сюда Или сюда Убрал чью-то Вместо нее Чью-то положил Тайное голосование Там не написано Что голосовал Дядя Вася Или тетя Шура Вот А открытое голосование Оно всегда честное Людям честно Бояться Никогда ничего не стоит Вот Открытое голосование Оно позволит Именно честно выбирать То есть У тебя на руках Копия Твоего избирательного бюллетеня А второй экземпляр Находится в избирательном центре И в том случае Если ты с чем-то не согласен Ты можешь всегда поднять Скажите пожалуйста Сколько там Вот Среди бумажечек Что есть С моей подписью С моей С какой-то номер Совпадает И все прочее Вот Поэтому За кого голосовал Вот в моей бумажечке Написано Что я голосовал За дядю Гришу А почему там Тетя Дуня указана И так далее То есть Открыта система голосования Открыта система назначения Средства массовой информации Начинают подчиняться Тем Кто живет в этой державе Где средства информации Там пропаганда Там правильный образ жизни Из этого Нет наркотиков Нет убийства Нет спаивания И так далее Уважаемые люди Те кто в руководстве Потому что Они приняли это все Они начинают жить Они этим подчиняются Потому что Этому большинство Соответствует И понимают Что сила Эта держава Как раз в народе Не в том Что создавать Какие-то шоу Которые дурят народ Спаивать народ Или еще чего-то А то что Вот Сильный народ На сильный народ Можно положиться Если человек Заботится о сильном народе То и народ Его тоже Как-то любит И так далее И в общем-то Если бы я захотел Так сделать То в принципе Так бы я и сделал Для этого Никаких систем не нужно Потому что Та система По которой Жили наши прадеды Пращеры Многие тысячи лет До того Как ее стали Разрушать Она в общем-то Была самодостаточна И если посмотреть Какую крупную державу Содержали Почему так все Здорово было Почему Нет свидетельств О том Что они С кем-то Между собой Воевали А вот Как только Разрушительные системы Структуры Стали приходить И убираться Корни наши Убираться Наше Самосознание То в этом случае Народы стали Между собой Воевать Племена Стали С собой Воевать Стали Там Какие-то Неприятности Происходить И все такое Все прочее Вот На мой взгляд Вот так В общем-то И было Все хорошо Ну замечательно Я с вами согласен Вы все так здорово Чудесно описали Я с этим что Спорю Делайте на здоровье Возникает вопрос Простой вопрос А почему вы это Не делаете Потому что В данном случае Есть такое выражение Каждый овощ У свой фрукт Не может Яблонько цвести Зимой То есть Для того Чтобы сейчас Большинство людей Стали понимать Необходимо это Большинство сделать Здесь замкнутый круг Получается И я И я Нет Этот круг Я из него выхожу И если сравнить Что было Например год назад И сравнить с тем Что сейчас происходит Мы видим Что явный прогресс Мы видим Что люди Стали интересоваться Стали писать Стали приглашать Людей Сами стали приглашать Не я уже приглашаю А сами уже стали приглашать Сами стали предлагать темы Сами уже ходят Ездят по всяким там местам Фотографируют Что-то Снимают Присылают Общаются Это разрастается Людей интересует Эта тематика И что самое интересное Здесь нет никакого-то Фашизма В этой системе Нет какой-то Дисклиминации Для людей В эту систему В нашу Славяно-арийскую Или славянскую Или русскую систему Входят все коренные народы Которые живут Здесь На этой земле Потому что Благодаря именно Широкой душе Наших предков Многие из этих народов Здесь В общем-то И сумели сохраниться Сколько даже Перед революцией Подключались Другие страны Которые обращались Батюшка-царь Возьмите нас Под свое руководство Под свою опеку Загрызут нас Сейчас вырубят всех Сколько геноцидов Уже было Предотвращено И что было еще До этого Вот Поэтому и пытаются Опорочить Наше движение Русское Славянское Потому что Чувствуют вороги Что за этим будущим Чувствуют что Подметки уже горят Чувствуют что Поднимается Самосознание И самосознание Поднимается не с точки Зрения кого-то Использовать Кого-то уничтожать А с точки зрения Стать здоровыми Самими Чтобы помочь Вылечиться другим Вот простая система Поэтому Наступает время Приходит время Это видно по отзывам И причем Это не только Отзывы которые идут Мне к одному Это отзывы идут По другим системам Которые существуют Информирование Очень много сейчас Ресурсов появляется Где выкладывается Очень интересная информация И видео И аудио Надо понимать Что на мой взгляд Я вот сейчас говорю На мой взгляд Что до тех пор Пока не будет Самосознания у человека Кто он на этой земле Откуда он На эту землю пришел Кто его рода В чем заключалось Прошлое его родов И для чего И что он должен сделать Давать ему Какой-то инструментарий Это примерно То же самое Как подойти К обезьяне Дать ему кнопочку От атомной бомбы Например Потому что Система Которая подразумевает Насыщение деньгами Без какого-то Духовного Бездуховной Основы О которой Очень много Говорят В различных Религиях За что им уважение О чем сейчас Говорят Очень многие Политики За что Тоже к ним уважение И многие Сейчас президенты Об этом Стали говорить Основа Духовность Понимание Что необходимо Делать Вот без нее Невозможно Только Ситуация Кто-то Говорит Какую-то Часть Потому что Может быть Не знает Кто-то Говорит Чуть меньше Потому что Как-то Обязывает Положение Что-то Говорить Или кто-то Говорит Не совсем То Это уже Другой Разговор И Если мы Сейчас Не дадим Духовную Основу Все Финансовые Инструменты Это будет Превращение Людей Которые Приходят Опять же В некое Потребительское Общество Которые Очень долго И очень Тщательно Создавались То есть Скажем так Наших Людей И которые Сейчас Превратили Наших Людей Вот в это Самое Цивилизованное Общество Где Главное Утолить Свои Печали Через Потребление Например Заработать На квартиру Заработать На машину Получить Какой-то Статус В обществе И так далее И тому подобное А потом Уже Думать О семье Потом Уже Думать А пока Ты же Не можешь Один жить Тебе Необходимо По телкам Гулять Необходимо В тусовках Поднимать И так далее И тому подобное Поэтому Что мы хотим Мы хотим Просто получить Инструмент Где будут Деньги Перебрасываться И в конечном итоге Получить Власть Вопрос Ну да Власть получим А на каких Основах Эта власть Будет строиться Кто К этой власти Придет Что там Будет важно Ну Помощь Это замечательно Сколько у нас Сейчас помогают Многим Людям Которые Попали В трудную Ситуацию Только из-за того Что развитой Капитализм Шагает Семимильными Шагами По нашей Стране И по окружающим Странам По всему миру Прокатился И благодаря Этому Капитализму Многие оказались Например Сейчас Травмирными Людьми Без работы Инвалидами Ну и прочее Прочее И благотворительность Сейчас очень хорошо Развивается Сейчас многие Выступают Звезды Которые миллионы Получают за одно Выступление Политики Которые Тоже В общем-то Не так плохо Как показывает практика Многие из них живут Они включаются В это дело Они благотворители И подсчет им Уважение Но почему Это происходит Система Вернее Почему происходит Такой результат Что много людей Оказываются на улице Оказываются больными Несостоятельными Нищими Вот об этом Мало кто говорит А здесь причина-то простая Уход от устоев Уход от Каких-то Представлений Правильных И перевод в то Что давайте-ка Заработаем деньги А потом поможем нищим И вот зарабатывают деньги Делая еще больше нищих А потом выборочно Кому-то из этих нищих Кусочек какой-то Кто там уже кричит Умираю Помогите мне Ну и так далее То есть вопрос-то не в том Чтобы сделать Дружескую помощь Кому-то из нуждающихся А вопрос в том А что под этим находится Какая основа Очередная Очередная жажда наживы Удовлетворение своих Низменных потребностей Или все-таки Что-то более высокое Вот поэтому я думаю Что развитие Народного славянского радио Как и других проектов Которые Рассказывают людям Что такое основа Ради чего необходимо Жить на земле На сегодняшний момент Наиболее важна Потому что Это является фундаментом Любого дома Если же мы просто Начинаем строить Без фундамента Какой-либо дом Даже самый красивый Самый могучий Конечно со временем Подмоется То что Песочек уйдет И дом разрушится Или опять превратимся В то Откуда ушли Ну и так далее То есть Бездуховный человек Не понимающий Кто он на земле Дорвавшись до власти Так или иначе Сделав кучу Благотворительных дел Как ему кажется Все равно Придет к власти И будет делать Все то же самое По тому же лекалу Как в фильме Убить дракона Одного дракона Убрали Вместо него Пришел Появился другой дракон Вот и все Какие бы там Высокие ценности Не рассматривались Вот это Моя такая Точка зрения Не знаю Ошибочно или правильно Но ради этого Я не сплю ночей Ради этого Я вот веду эти эфиры Хотя у меня Есть возможность Зарабатывать Достаточно много денег И мало того Что достаточно Даже с избытком Этих денег Я могу зарабатывать Вот Но я в свое время Еще раз говорю Уволился со всех работ Забрал книжку Потому что понял Что если я буду Работать на каких-то там Радио На каких-то там Дяденек Или делать свой бизнес Который мне приносит День там По 200 тысяч Ой не в день В месяц там 200 тысяч рублей 300 тысяч рублей Вот Это Да здорово Отлично Теплая хорошая одежда Теплые дома Все такое А державу То кто будет строить Кто будет Спасать мир В конечном итоге Который мы говорим Спасение мира Напоминаю тему Да Рецепт спасения мира Стар как сам мир Вот Когда открываешь этот рецепт И понимаешь Что не все определяется Деньгами То в этом случае Делаешь выбор Как остаться в системе Или другую систему Развить Где можно денег получить Или все-таки Заниматься Чем-то Иным Что потом Будет являться Фундаментом Для того Чтобы Любую Любую Финансовую систему Подключить И на этой системе Сделать что-то великое И главное Полезное Для всего мира Который сейчас Нуждается В спасении У нас осталось Тридцать минут Хотелось До закончения Хотелось бы Тут еще много У нас идет реплик Как-то озвучить Почитать Потом мы как-то Увлеклись беседой Между собой Алексей Ну я с этим должен Конечно 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 Чтобы сейчас Только что Отзвучили Да Вот Прежде всего Да Начнем с того Что Я не вижу Никаких проблем Чтобы Вы реализовывали То что вы Сейчас видите В любом случае Вам для этого Нужны ресурсы И когда вы говорите Простыми такими фразами Ну Люди нас Часто это слышат Народ Он ничего не готов Народ надо Поднимать Сейчас народу Если дать денег Он сейчас начнет Тратить там Совсем на другие нужды Я хочу вам Простой вопрос Задать Народ Это вы Если вам сейчас Дать деньги Вы что и будете Пойдете на них машины Покупать Квартиры Будете водку Кушать Или что будете делать Я ответил на вопрос Что я буду делать Только что озвучили Да Что вы будете делать Мало того Мне не нужно От тех людей Которые Сейчас точно так же Будут поступать Как вы Они уже готовы К этому И вот для таких людей Как раз и создана Подкова Обратите внимание Два года уже Система Мы открылись 1 марта 2014 года Два года Система Если бы в ней Ею вы заинтересовались Так как вы это описываете Миллионеры Миллиардеры Она давно Уже сейчас бы Стреляла бы Совсем На другом уровне Но в ней Нет как раз Людей Посторонних Нет людей Которые Готовы Эти деньги Тратить так Как вы только что Описали Здесь как раз Те люди Реально Те люди Которые Уже на уровень Выше Среднего Человека Который Нацелен Только на потребление Понимаете Так вот Этим людям Надо помочь И почему мы И объединяем Вот таких Всего лишь 290 человек За два Вернее За два года Это о чем-то же Говорит Значит Система фильтрации Работает Сюда просто так Те которые хотят Заработать деньги Они не видят В этом никакой Выгоды для себя Они сюда не заходят Понимаете Да понимаю Тут ситуация четкая Здесь люди Здесь есть люди Которые очень серьезные Деньги пронесли Просто отдали Своим друзьям Потому что друзья Реально нуждались В деньгах Если вы посмотрите Все эти цифры Они открыты Можете посмотреть По статистике Вот Вся информация Полностью открыта С самого начала И вы поймете Что Здесь люди Довольно-таки Интересные Собраны Ну я верю И только Объединившись Этим людям Только дать им Возможность Создать Единый инструмент Которого так и не уловили Что Мы начинаем С денег Потому что Без денег Мы сейчас никуда Но мы-то создаем что Мы создаем рейтинг Поведения Новых людей В обществе И вот уже теперь Все остальное Что будет строиться В системе Как раз будет завязано Только на этот рейтинг И взять просто сюда Перенести людей Из этого мира Которые Ничего не понимают И просто так зашли Невозможно Просто невозможно Они сюда не придут Пока Они как раз И придут Последними Когда Уже Если брать На уровне России То есть Уже там 140 130 миллиардов Здесь Последние Миллионы И последние 10 миллионов Заходят те Которые Наконец-то Поняли Что надо Но так мы-то Только начинаем С России А впереди У нас Как правильно Вы говорите Что остальные Свои Ух ты И как здорово Стало в России И остальные А как же у вас так А почему А давайте мы к вам И начинают Подсоединяться И вот даже Для последнего Бомжа Который Зашел Последним 140 Сюда В нашу Систему Перед ним Еще остальные 6 миллиардов Человек Понимаете Которые Точно так же Наполнят его Определенными Ресурсами И так далее А когда эта система Уже охватит Весь мир Тут будут уже Работать Совсем другие Принципы Которые Сформируются На основании Главного Принципа Взаимопомощи Людям Вот этот Самый главный Основной Принцип Он идет Именно как Рецепт Вот хорошо Я понял Да-да Замечательно Вот я просто Смотрю Значит Два года С существования системы Меньше 300 человек В ней Можно сказать Что это фильтр Можно сказать Что это просто Непонимание Тех людей Которые сейчас Живут в нашем обществе И так и так В общем-то Ничего хорошего Я в этом пока Честно говоря Не вижу Почему Ну потому что Если такими путями Развиваться То в этом случае Сколько нужно будет Десятков лет Для того чтобы Как-то вот Людей Призвать И завоевать Весь мир Этой системы Да Поэтому работает Вот эта система Которую мы сейчас Только что перешли Мы создали систему Мы ее протестировали Именно вот эти два года Она создавалась Улучшалась Мы прогнали ее По всем возможным Как вы правильно говорите По всем вот таким вот Ситуациям Вот И сейчас мы имеем Уже на руках Готовый рабочий инструмент И вот только сейчас Буквально Месяц назад Я приступил К активной Как бы информации Общества О том что существует Такой инструмент Нет И поэтому вот С этого Допустим Месяц назад Я приступил Вот теперь Будем смотреть Какой результат Но я например Вижу что Даже Изначально Систему Она остановилась Где-то на 274 Вот уже 290 человек Буквально За какой-то месяц Да Но это тоже Опять же работает Чисто пока еще Без массовой информации Вот первый Такой эфир Который Уже столько людей Затрагивает Да То есть появилась Для этой системы Очень важно Сделать информационный Вброс Поэтому Вот если есть Такая возможность Тиражировать Эту информацию На другие источники Чтобы мы могли Как можно больше Этой информации Снабдить людей То в этом случае Она будет развиваться Гораздо быстрее А не теми темпами Которые она развивалась Ну это понятно Просто я Так если Два года прозвучало Просто да Что за эти два года Сделано с нашей точки зрения С нашей стороны В общем-то Понятно что Тестировалось Понятно что Дорабатывалось Это здорово Это честь и хвала Просто То как развивается Информация По нашей древности Которая Я считаю Что за этим будущее Именно за укладом жизни Укладом жизни Деятельностью Людей За этим Вот как раз Будущее Всего мира Иначе Просто миру Сейчас не выжить Вот Ну так это Переходим Продолжаем Одну реплику Буквально Одну реплику Что-нибудь важное Чтобы я тоже Хорошую фразу Сказали За счет нашего уклада А вот когда Мы познакомились С тем человеком Который Познакомил Уже нас С вами Вот он Мне как раз Привел Вот такой Очень интересный Пример Оказывается На Руси Давно уже Существовал Такой механизм Просто Не знаю Каким путем Мы практически Дублируем Этот механизм Оказывается Что Существовало В общинах Такой обычай Когда богатые люди Приходили Оставляли Я не знаю Либо в церкви Либо где-то еще Я уже точно не помню Как это было озвучено Определенные деньги Для того Чтобы Помочь людям И они как раз Получали взамен Какие-то жетоны То есть Вот наличие Вот этих жетонов И наличие Каких-то знаков Я не знаю Как это вынуждено Я попросил Первый источник Чтобы я глубже Ознакомился Но пока Он мне его не представил Оказывается Такая система Уже существовала Именно в наших Русских традициях Понимаете И эти люди Потом Благодаря наличию Этих жетонов Чувствовали себя Каким-то Ну они Почетом Внутри общества Как бы Обволакивались То есть Практически То что мы нащупали Оно полностью соответствует Нашим древнерусским Канонам Понимаете Вот вопрос в том Что Хотелось бы Этот источник найти Может кто-то подскажет Даже из слушателей Где эту информацию Подчеркнуть Чтобы так же Ее приводить Для примера Хорошо Все не запретаем Мы только Делаем то Что нам давно Подсказывают Ребята Надо Начать заботиться Друг о друге И тогда Все поменяется В этом мире Кстати Вот Когда Идет разговор О том Что Если возвращаясь Нашей деятельности Идет разговор О том Ну вот 100 рублей Перечисляю Ну что это может дать Ну давайте просто Берите калькулятор И умножайте Грубо говоря Там 100 рублей Присылает человек Вот сейчас сижу На калькуляторе Умножайте Скажем так На Несколько тысяч Слушателей Которые Реально существуют Ну к примеру Там Условно На одну тысячу Слушателей Это получается Не 100 тысяч Умножайте Тысячу на тысячу Ну тысячу на тысячу Нет Просто говорю Да Это получается В общем-то Та сумма Которая Может уже Даже по 100 рублей Это может уже содержать Другое дело Что некоторые Просто не верят То что такая маленькая Сумма может что-то повлиять Но мало того Как-то Разговорились С бизнесменами Сижу Говорю Ну А что вы тянете Ну для вас 100 рублей Да Мы даже заморачиваться Не будем хорошо А какие деньги Для вас реально Ну для нас такие Ну мы там Начали всякие там Разговоры Какие мы крутые Как еще Я говорю А вы сделайте просто так Вот назначите себе В штате Какую-то единицу Дополнительного дворника Которому платите Платите 5000 рублей И вот эти 5000 рублей Просто перечисляйте на счет Вот вас 20 человек К примеру Бизнесменов Ну нажайте 5000 рублей Нажайте на 20 человек Это уже реальная помощь радио При этом вы будете Себя чувствовать хорошо От вас это не убудет По всем там Отчетностям налоговым Вы будете чистые Вот Но при этом Это реальная поддержка И реально уже можно Что-то задавать Более серьезно Профессиональное И при том Вы не тратя серьезных денег Будете понимать Что сделать добро То есть Вот такие разговоры Когда заходят Многие современные бизнесмены Даже которые говорят Про то Что мы там К славянству К нашим корням Интересуемся Там и так далее Они сразу все равно Встают в позу Вот это вот У них эго срабатывает Но это же не мне Будет радио принадлежать Все правильно Вот тут И мы решаем Эту задачу Смотрите Мы Как только Вот вы правильно Вы начали с чего Свой диалог Первый Вернее Свой монолог Когда первые Начали озвучивать Большую тему Такую А я бы Сделал бы Вот сейчас Собрал полмиллиона рублей Так вот Самый как раз Вопрос А что Получат взамен Те люди Которые вам дадут Сегодня полмиллиона рублей И вот как раз Они ничего не получают взамен То есть да Они их отдали Как это Стоп Стоп Как это Ничего не получают Все они получают От вас взамен Они взамен получают То что У них есть возможность Получить ту информацию Которая нигде В другом месте Или в малом количестве Представлена Если я не заплачу деньги Я все равно Информацию получу Нет А как же Вы как-то И будете их дозировать Что ли Нет Если радио Не будет развиваться То вот он Случает информацию Кто-то заплатил Кто-то вам Перечислил деньги А я просто сижу И слушаю Ваши радио Мне нравится Ну и слушайте Хорошо Будьте Я получаю Эту информацию Будьте очередным Потребителем Вот Видите что Получаете А тот человек Который понимает Что не может Радио существовать Просто так И он Получает информацию Благодаря этому Радио И благодаря другим Людям Которые приходят На это радио И в этом случае Необходимо поддерживать Почему поддерживать Ему же надо развиваться Ему необходимо Чтобы вокруг не было Я уже говорил Проституции Бездомных Детей Там больных И так далее Ведь помимо Вот этой вот Жетонов Как одной из форм Одной из форм Существования общин Еще существовало Много других вариантов Взаимодействия Так вот Внутри общин Никогда не было Людей Которые были бы Брошенные Одинокие Никогда не было Беспризорных людей Проституции Гульбы там тоже Никогда не было Все люди были заняты Причем по сильной работе Не так, что кто-то сидел Кого-то угнетал Какая-то батрака Наняли Потом копейки ему Заплатили Или там покормили Его за работу За еду типа работаю Потом пинка под зад Когда уборочная Закончилась Такого никогда не было Это появилось Уже намного позже И существовало Так называемое Копное право Когда не Выбирались А когда назначались Достойные Из застойных По определенному Принципу Так что Была другая система Так вот об этом Когда народ Начинает узнавать Когда люди Радиослушатели Начинают узнавать Они понимают Кто их предки Кто они К чему стремиться Как сделать так Чтобы без бойни Без каких-то Потрясений Без революции И прочего остального Сохраняя статус Страны Державы В целостности Создавать Более сильную Державу Более мощную Державу Как что-то Менять Очень плавно Но с другой точки зрения Очень быстро И вот это Как раз Как говорится Вкладывание Дивидентов В будущее Если сейчас Не вложить В это То в этом случае Вы так и будете Прозебать Как прозебали В этом случае Вы будете Теми Кто Иваны Так называемые Иваны Не помнящие родства Которые Не понимают Как жить Не понимают Как воспитывать детей Не понимают Откуда берутся Вот такие выродки Из их детей Они же вроде Рожали нормальных детей Не понимая Почему такая смертность Большая Не понимая Откуда много болезней Вот этого всего Когда человек не понимает Он живет все хуже и хуже Как тот лось Который пьет А ему все хуже и хуже И тот человек Который хоть чуть-чуть Пробуждается Он понимает Что вот такие вот В кавычках Средства массовой информации Потому что мы не являемся По сути Средством массовой информации Да Хотя Делаем эту функцию Вот Благодаря В общем-то И им в частности Что-то происходит И если вы не поддерживаете Дивиденды свои не вкладываете То в этом случае Ну что вам хорошего ждать Если вы отворачиваете Тех людей Которые оказались В трудной ситуации Которые дали вам знания Ну что тогда О вас говорить Где та Ваша добродетеля Который вы так все тут кричали Шумели Ну в общем-то Вы достойны той ситуации Которая сейчас складывается Вот Поэтому радио Конечно Если кто-то воспринимает Это как очередной Средств информации Которое просто Кого-то развлекает Это одно Это некое шоу Которое приятно Посидеть в обедный перерыв Или в машине Послушать записи Похихикать Посмеяться И так далее Если же Здесь понимать Что радио Дает намного больше Нежели чем Кто-то себе Когда-то мог даже Представить То в этом случае Тогда Вопросы такого А что ты мне дашь Или что Алексей нам даст Или что даст команда Та, которая включается В работу радио Он абсолютно здесь Не уместен Эти реплики Вот такие Я получаю Сейчас все чаще И чаще Когда просто Незнакомый Человек пишет Алексей Я послушал Вот ваше выступление Я послушал Выступление Такого-то человека Я там прослушал Лекцию того-то Я на радио Услышал вот это Это мне открыло глаза Я совершенно случайно Казался Я теперь хожу Другим показываю Другим открывается Вот она Геометрическая прогрессия Вот она Строительство державы Опять же Без разрушения Страны Без разрушения державы Пришло время Собирать Собирать Разбросанные ранее камни Пробуждать людей Вот и все А там где есть люди Где есть Где появляется Возможность труда Там и появляется Тот самый достаток Потому что достаток Он определяется Не количеством миллиардеров Он определяется Тем А что сознают люди Вот из этого Достаток строится Смотрите, Алексей Вот то Все, что вы говорите У меня такое ощущение Что вы говорите О подкове Понимаете? Вот Просто вы говорите Своими словами О наболевшем На самом деле Вот вы правильно говорите Об общине В чем сила общины Сила общины Как раз в том Что в узком кругу людей Мы все знаем Кто есть кто И вот когда люди знают Кто есть кто Они спокойно Принимают правильные решения И управляют Общим Обществом Так вот Подкова Как раз Как раз Очень важно Очень важно Пометить этих людей Дать им Некую Как бы Метку Которую По-другому Безошибочно Определяют Кто перед ним Сразу Понимая Кто есть кто Мы начинаем Управлять всей страной Как единой общиной Понимаете? Вот цель подковы Вот теперь я знаю Как мне вам объяснить Потому что Вы все-таки человек Который Именно правильно Вы говорите о славянском радио И для вас Именно понимание общины Имеет определенную важность Да То есть Это ваша основа Вот я вам хочу сказать Что подковы Как раз И способствуют Укреплению общины На уровне Всей страны Вот Замечательно Ну вот кстати Реплика Да Вот только поговорили Реплика Отвестника богов Реплика В эфир Сергею Почему именно Сергея Не понимаю Но так написано По тысяче рублей Отсылаю радио Каждый месяц А получаю Во много раз больше Я развиваюсь Развиваю державу Спасаю Отлично Ничего Плохо У нас Остается Что надо делать системно Чтобы так же Как вы Поступали все остальные люди Вот и все Хорошо Так Значит продолжаем То у нас время 15 минут осталось А реплик еще и много Итак Чернобог Самое интересное Да Оно без Чернобога Провокационное Любое Интересная философия Так Будь свиней Жрисово Купляйся Напивайся Калис Все на благо Главное Чтобы душа радовалась Это не для русичей Этот вопрос был Этот вопрос поступил 8 часов 30 минут То есть Через 30 минут После начала Нашей Чехосибири Если он такой Ну вопроса у него нет А если он Посчитает всех остальных людей Ну значит Сергей Я просто фиксирую Когда это получал Я рассказал В 20 часов 30 минут Там прозвучало до этого Где-то в 20-18 Если так и ошибаюсь Ну примерно Реплика о том Что удовлетворить Потребности И вот На этой основе Видимо Нубис написал Нубис написал Будь свиней Жрисово Купляйся Напивайся Калис Все на благо То есть Потребности Свою удовлетворяй Ладно Хорошо Реплика У него такие потребности Ну что же делать Не знаю Честно говоря Не знаю Не берусь говорить Алик 63 Уж не саморазоблачился Лисоведущий Ну это про Сергея Сказав о плате Тысячи рублей Входа в его Дивный В кавычках Мир Говорить Рассказывать сказки Это одно А реально делать Он планирует Собрать деньги С поверивших ему И раствориться В его диванном Опять в кавычках Мире Может это очередное МММ С большими буквами Под соусом Славянских идей Как думаете люди Замечательный вопрос То есть Человек транслирует Именно как бы Собственные страхи Он даже не уловил Того момента Что Сергея Ни с кого денег Вообще не собирает То есть Деньги Передаются Одними участниками Другим участникам А система Только учитывает Эти поступки И поощряет их То есть Мы поощряем Именно взаимоотношения Людей Основанных на благотворительности Поэтому растворяться Сергею с деньгами Просто ну как Сначала их надо найти Где-то деньги Чтобы получить от кого-то А получить Сергея Деньги может реально Только от тех людей С которыми он Непосредственно общается Которые ему доверяют И с которыми Он строит Какие-то взаимоотношения А как он может Таких людей Собрать деньги Раствориться Где он растворится В какой среде Улетит на другую планету Друзья Которые Общаются Они о нем все знают И полностью представляют Что за человек Перед ним Вот и так же Каждый человек Который Входит в систему Он прежде всего Делает дело Со своими друзьями Со своими близкими Со своими родственниками Он их пытается Вытащить Из этого мира В котором Мы находимся Направить В том русле Которое В целом Нам даст Положительный эффект Для всех Так Дальше Анобис продолжает Отвечает Видимо Да Видимо ответ Алексу 63 Да Очень похоже На МММ Следующий Ингварь написал Тут ведущий Не совсем прав Деньги лежащие В банках Работают Ну о том Что там накопление Вот реплика была В 36 минут В 20-36 Ведущий Не совсем прав Деньги лежат в банках Работают на экономику Если рассуждать С сегодняшней экономикой Ибо На чьи деньги Банки Выдают кредиты Да Да Ну тут человек просто не знает Как вообще банки Выдают кредиты Я не хочу даже на эту тему Останавливаться Дело в том Что когда банки Выдают кредит Они по сути Производят Эмиссию денег Вот вы с этим разберитесь Просто посмотрите Как банки Выдают кредит И вам станет все понятно Для этого вам финансисты Просто могут объяснить Я не хочу Тему сейчас затрагивать Дальше Тут момент очень интересный Про МММ Вот смотрите Часто многие люди Как бы замечают Вот эту вот Как бы сарафанную Такую схему Как сравнивать Либо с МММ Либо с сетевым маркетингом Я хочу таким людям Объяснить следующее Смотрите Действительно Это всего лишь инструмент То есть Так же как и деньги Являются инструментом Так же и вот эта система Распространения информации Через своих людей Тоже является инструментом И система активизации Всех граждан страны Через своих Через близких Через друзей Это тоже инструмент А уже куда направлен Этот инструмент Вопрос куда его направлял Мавроди Это вопрос к Мавроди К МММ Хотя я не считаю Мавроди Жуликом и мошенником Я его считаю Естественным испытателем И готов на эту тему Поговорить с любым Кто захочет На эту тему поговорить Это отдельная тема А что касательно Куда мы направляем Вот наш этот инструмент Я уже объяснил Что мы ни с кого Никаких денег Не собираем И наша идея Благая изначально Мы Подстегиваем людей Совершать благие поступки В отношении друг друга И всего лишь Учитываем Система Подкова Это система Учета Так Хорошо Дальше здесь Написал он продолжение Я не спорю Что банк легко Может нарисовать деньги Но я рассуждаю С точки зрения Честной экономики Это он закончил Свою мысль Я просто тогда ее Не дочитал Дальше Владимир Азматич Вот вопрос Вопрос в эфир От Владимира Сергей У меня сложилось Впечатление Что ты Под термином Человек В кавычках Имеешь в виду Некого Идеального Сферического Космонавта В вакууме Это некорректно Если взять Афганца И дать ему Неограниченный ресурс Он будет производить Неограниченное количество Наркотиков Если взять Англосакса То он будет Пытаться получить Неограниченную власть И это не самые страшные Примеры Вопрос Каково Обоснование Идеи Дать Неограниченный Ресурс Условному Человеку В надежде на то Что он Выработает Что-то позитивное В понимании Окружающих Вот замечательно Так вот Гарантом Я отвечаю Конкретно Этому человеку Гарантом Этого Являетесь Вы Лично То есть Если в вашем Окружении Есть Афганец Который Будет Вырабатывать Наркотики И распространять И вы Именно Это Собираетесь Ему Дать Такие Возможности Это На вашей совести Каждый Человек Который Входит В систему Опять же Я подчеркиваю Он заходит Именно Со своими Целями И задачами Поэтому Видит в нем Корысть Он ничего Не видит Он не видит Здесь корысть И он сюда Не заходит Реально Не заходит Здесь нет Ни одного Человека Который Видит корысть В чем-то То сюда Заходят Люди Которые Хотят Что-то Изменить В этом Мире Соответственно Вокруг Них Общаются Такие Же Люди Им Интересно С такими Людьми Строить Взаимоотношения А не с Какими-то Афганцами И так Дальше Именно Эта связь Когда мы Общаемся С теми Людьми Которые Нам доверяют С которыми Нам интересно Которые Создают Наше Внутреннее Окружение Она И распространяется В первую очередь На таких Людей Понимаете Вот И на таких Людей Мы сюда И приводим Систему Других Вы просто Сюда Не приведете Но не получится У вас физически Не получится Вы им ничего Не объясните Что для них Выгода Какая Попробуйте Просто попробуйте В день Приглашать По одному человеку И вы Захлебнетесь Буквально Ну я скажу так Ну может быть Через 10-15 человек Все Вам некого Будет Сюда пригласить Вы не сможете Никого пригласить Попробуйте И вы в этом Сами убедитесь А вот Если вы будете Приводить сюда Людей Именно основываясь На высших Скажем Вибрация То у вас Будет Безграничная Возможность Вы сами Почувствуете Совсем Разные вибрации Разные возможности Поэтому Когда мы говорим Дать возможность Каждому человеку Это не значит Что одновременно Всем сразу Раз мы и дали Конечно вы правы Абсолютно Сейчас дать возможность Купить И Использовать ресурсы На приобретение Какой-нибудь там Атомной бомбы И куда-то ее подложить Естественно Дать обезьяне Воспользоваться гранатой Но обезьяна Как раз сюда не зайдет Понимаете Вот в чем дело Ее может кто-то Кто-то привезти А зачем Почему Это уже другой вопрос То есть Нормальный человек Сюда обезьяну Никак не привезет Вот в чем дело Так 9 минут у нас до окончания Дим задал вопрос На какие средства Содержится сайт Системы Ну и я так предполагаю Что не только сайт Но и какие-то другие Организационные Организационные Хороший вопрос И Один человек Мне сказал следующее Тоже мы с ним беседовали Слушай Что ты мне все рассказываешь Что ты рассказываешь Ты лучше расскажи Вообще Как ты сайт этот создал И тогда все будет ясно И понятно И вот я Прямо сразу же объясняю Как был создан сайт Значит С того момента Когда я понял Что что-то надо делать И надо какой-то инструмент Создать Чтобы привлекать сюда людей Независимо от их уровня развития А именно Как бы Не дожидаясь Процессов Которые будут Когда-то А здесь и сейчас Решить задачу То я естественно Стал обращаться То к одному Человеку Который мог бы мне помочь То к другому Третьему И я с чем столкнулся Многие люди Воспринимали Скажем Мое предложение Как бы нормально Говорят Да действительно хорошо Но Ты Давай так Мы сейчас Свои проблемы решим А потом Может быть Какие-то твои вопросы Либо приглашали меня Говорят Давай в нашу систему Заходи А я вижу Что она Не рабочая система Вот мы сейчас Тут все решим Тогда у тебя деньги появятся Конечно в итоге Я понял следующее Что Искать людей Когда все заняты Своими проблемами Бесполезно Значит надо сделать Что-то самому Один из людей С которыми Последуем я общался В этом направлении Уговаривал Он мне просто сказал Слушай Я вот создал систему А ты мне что тут рассказываешь Какие ты мне басни рассказываешь Ты что сделал Реально сам Тогда я понял Все вопросы у меня Надо что-то делать сам Что я сделал Я пошел в банк Сделал кредит 800 тысяч рублей Кредита Причем под проценты Я уже не помню Там то ли 17 То ли 20 процентов В то время было Нашел Программиста Все от меня требовали Дай нам техзадания Мы посмотрим Я говорю Слушай Я не знаю Как писать техзадания Ты можешь мне Это сам техзадание Написать Да без проблем Достал программу Написал техзадания А теперь ты можешь Это все реализовать Могу Он там уже Нанял Какие-то другие Программисты И так далее То есть я на эти деньги Создал сайт Создали мы Все то Что как бы Изначально нужно было Для того Чтобы запустить Эту систему Вот И таким образом Это мой вклад Мой реальный вклад Я как бы делаю Первый старт Я же не присваиваю Я не являюсь Собственником этой системы Я это сделал То что я понял Как что-то надо сделать И просто отдал людям Говорю Люди пользуйтесь Все И дальше те правила Которые были изначально Внедрены в эту систему Они так же Устраняются на всех Без исключения Абсолютно Ничего нового Ни для кого здесь не существует Никто не находится В каких-то привилегиях И вот первый толчок Сделал я Я запустил Потратился сам Запустил И это работает Теперь идет Поток Именно как раз Включаются люди Которые поддерживают меня И начинают мне В этом плане помогать Делиться теми же Сами средствами Которые бы они Потратили на себя Но они заходят в систему Помогают мне Помогают другим И так далее То есть Мы запустили Вот этот толчок Сделали И теперь мы его Расстраняем на всю страну То есть Изначально Был сделан Правильный Именно подход То есть Сделай как я Все Вот примерно так Если детали интересуют То там можно посмотреть Статистики Там все 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 это Все открыто Все полностью просматривают Пять минут у нас до окончания Значит Здесь вопросы Я буду уже выбирать Те которые по теме Которые уже не Разлучивались Итак Дмитрий П Вопрос эфир Как определяется ценность Оказанной благотворительной услуги И Дополнение Кто и как ведет счет И оценку получаемых Отдаваемых Благотворяшек Хороший вопрос Это все происходит Между двумя людьми То есть Мы примерно Как бы подсказываем За счет коэффициента Преобразования Что это примерно Такая-то сумма Но если ваш Ваш вклад Причем не обязательно Деньги Это же может быть Любая помощь Если вы просто Фиксируете любую помощь То человек может Оценить ее По своему усмотрению Как ему Необходимо Главное что вы Между собой договорились Вы ему помогли Он согласился И подтвердил Что вы ему помогли На такую-то сумму Сумму вы определяете Как бы сами Либо он так говорит Что слушай Ты мне такие Так помог Что я бы Сейчас бы отдал Гораздо больше Пожалуйста Он сам фиксирует И сам благодарит Участника Определенным количеством единиц Это договор Между двумя лицами Которые выходят За рамки системы Система только Автоматически Пересчитывает Единицы И перечисляет С одного счета На другой Все Вопрос на самом деле Много Даже вот не знаю Какой выбрать Заключение А было бы неплохо Может быть Вы мне потом сбросите Все эти вопросы Как-то есть Да вопросы Вот они же здесь Все есть В этом чате Вот мы же здесь присутствуем Вот они здесь И есть все вопросы Так Дальше Ну реплики Наверное Здесь остались Какие-то там Это ученик Мавроди Так все завалировано Спаси мир С помощью денег Все равно Что прекратите войны Раздавая оружие Так Вопрос в эфир От Олега Считаешь ли ты Что одна из Приоритетных задач Здравомыслящего человека Это отказ От материальной Безопасных излишеств И выключение сознания Большинства людей Синдромы накопительства Элементарного Вещизма И так далее В общем здесь Ну понятно Да Ну то же самое мы и делаем То есть мы Мы делаем это не резко Да То есть взялись И отказались от денег И что дальше Переход же какой-то должен быть Вот мы как раз и создаем Мы Переносим Накопление Функцию накопления С денег На единицы Статус на единицы Так Дальше Трудно выбирать Вообще Там когда секунды уже остаются Откуда берутся благотворяшки Но это уже говорилось Так Дальше Похоже на новую религию И лесть И небольшое запугивание И похвала Мол Одни разумные поймут И так далее Тому подобное Дальше Я реплики просто читаю Которые поступали Дмитрий Чем отличается данная система От обычных рекомендаций Которым последние В повседневной жизни Пользуются люди Когда обмениваются товарами А что за рекомендации Когда они обмениваются товарами Не знаю Отдают деньги И получают товар Какие рекомендации Здесь могут быть Дальше Елена Я не поняла В чем смысл Ведь паразиты Должны сами отдавать деньги А бедные нуждающиеся Могут с радостью Ими воспользоваться В этом что ли Смысл системы Никто никому Ничего не должен Мы просто Как бы так скажем Помечаем Паразитов То есть У них не будет Наших единиц Или будет их Очень малое количество Мы очень легко Сможем определить Кто перед нами Паразит Или человек Который уже Живет в новой Системе ценностей Виктор 80 Лучше радио отдам Отдал бы толку Было бы намного больше Опять же Реплики идут Замечается Дайте радио Никаких проблем Так дальше Влад 264 Все места заняты Господин Лектор Начиная с 1917 года Такая реплика Все правильно Так вот самое интересное Что они-то Занимают эти места Благодаря нам Что мы Мы позволяем Это делать А если мы Пометим Паразитов И не будем Туда пропускать Причем Самым простым И естественным Просто мы Не будем туда выбирать Но эти места Освободятся Для нормальных людей Так Гриша Реплика в эфир Как от доллара Отказаться Если рубль Через него Конвертируется Путин хотел Создать Олтин Но ВОЗ И ныне там Ну что я и объяснил Бесполезно сейчас Менять одну систему Финансовую на другую Ничего не меняется Потому что В целом не меняется Взаимоотношение Между людьми Дальше Еще одна реплика Я прям по порядку читаю Вер Боже Это еще Один сетевой маркетинг Это точно Мавроди филиал открывает Так Дальше Еще раз повторяю Значит То что делал Мавроди Это всего лишь И инструмент Если у вас есть нож Что вы с этим ножом делаете Вы можете колбаску порезать А можете кому-то Межребер ссавить Правильно Так вот Мы как раз приглашаем Те, кто использует нож по назначению То есть Межребер ссавить Ну кто-то же Выходит с ножом Допустим Преступления совершаются Хорошо Назначение Назначение ножа Сергей У каждого Своя функция Нет-нет-нет В системе назначение Какое? Колбаску порезать Или межребер ссавить В системе Мы говорим об инструменте Который используется На благо всех людей А основа Этого благотворительного Что здесь плохого? Нормально? Понятно Это инструмент Тут как-то один Сарайд мне сказал Вот вы все время Пример Не раз приводится Вы все время приводите Про колбаску И там межребер Говорит А что по колбаску получить? Кому вы сначала Горло-то перерезаете? Это как-то повеселило Говорим о ненасилии Об абсолютно Ненасилии То есть Мы все делаем Спокойно Без каких-то Образов врагов Мы просто делаем Своё дело И все Поэтому Те, кто сейчас Допустим Осуждают Нормально, ребята Все замечательно Ну значит Пока вам сюда рано Никаких проблем нет Мы встретимся Но гораздо позже Вопросов нет Так, дальше Олег из Иркутска В данное время На каждого человека На Руси приходится По бутику По ларьку По аптечному пункту По ломбарду По цирке По клубу Список неполный Но в последнее время Многие люди Все больше тянутся к знаниям Чаще спешат Посещают библиотеки По моему опыту Растет книга торговли В том числе И по интернету Просыпается народ В том числе Благодаря народному радио Не думаешь ли ты Что смена эпох Вселенских вибраций Начинает влиять На мир в целом Человеческий мозг Начинает повышать Свой КПД И паразитам Уже в скором времени Неуютно И они На ком Не будут скармливаться Не будут скармливаться Если люди Станут разумными Благодарю Конечно Абсолютно правильная реплика С полностью Согласюсь С этим человеком Единственное Что я хочу сказать Что не надо ждать Пока повысится Эти вибрации Кто-то чувствует Правильно Вы все это замечаете Процессы Которые идут Они многогранные То что предлагаю я Это семью Маленькая Маленькая Деталька Во всем Том глобальном Процессе Который происходит В мире И очень замечательно И здорово Что каждый из нас Из тех Кто идет в этом направлении На своих Как бы Своем Выполняет Свои функции Вот конкретно Чтобы понять Что предлагает Подкова Подкова Предлагает Конкретный механизм Для использования Тех людей Которые Здесь и сейчас Чувствуют себя Дескомфортно Все Готовы Берите Пользуйтесь А все остальное Это включается Само собой Почему Потому что Получая ресурсы Вы можете Идти в любом направлении Которые Которые Вас зовет И таких направлений Очень много Правильно Вибрации Действительно Сейчас Общее Скажем так Планетарного масштаба Как минимум Гораздо выше Даже Можно об этом Говорить Это отдельная тема Или очень большая Серьезная Дальше Вопрос в эфир От Олега Зыркутска Сергей Скажи Будь добр Как относишься К мысли Внедрить в общество Обыча и предков Например Изгоям Давать нож Соль на первое время И выселять В урман То есть Тайгу Не можешь Жить в общине Живи со зверьем И по этому подобию Но уже В современное время Отщепенцев Общество Изолировать Где-нибудь На малой земле И не тратить Продовольствие Деньги Силовые структуры На их охрану И обслуживание Благодарю Хороший Хороший вопрос Так вот Мы как раз Подкова Я же вам обозначил Три действия Которые должен Сделать человек Который В эти системы Третье действие Является Перестань общаться С людьми У которых нет РПИ Это и есть Та самоизоляция Которую вы говорите Но только Это не физическая Изоляция Это еще более Сильная Изоляция Духовная То есть Все Вы нам неинтересны Мы с вами вообще Не общаемся Нет РПИ До свидания Я не знаю Что от тебя ожидать И что ты можешь Дальше сделать А вдруг ты заразный В рамках подковы Понятно Так это У тебя есть РПИ Нет На тебе в пятак Да вы что Все спасибо Ты мне неинтересный Хорошо Хорошо Надо мне еще рассказывать До свидания Хорошо Ногой в зад В пятак не будем Ни слое мрази Никакой агрессии Абсолютно Все агрессии не будет Ладно Никаких островов Никаких изоляций А изоляция происходит На интеллектуальном уровне Все Три вопроса Последний зачитываю И вопрос продолжает идти Все зачитываю Потому что время закончилось Анубис продолжает Вопрос в эфир Чем данная система Отличается от системы МММ И подобных лохотронов Отлично Анубис На главной странице сайта Есть чат Для общения с координатором Выходите на связь туда Я вам отвечу На этот вопрос Можете записать Меня отдельно Под запись И выставить Потом в интернете Обсудить Я отвечу полностью На этот вопрос Не будем тратить кризис Хорошо Вир Вопрос в эфир Деньги Не обеспеченные товарами Приводят к кризису Которая разрешается Изъятием лишних бумажек С помощью войн Катаклизмов Или арестом Мавродиев Так вот написал Ну весело да Как вы собираетесь Решать эту проблему? Ну правильно Человек подчеркивает Показывает Что действительно Именно борьба За рынки сбыта Как раз И приводит К тем войнам К тем катаклизмам Которым мы наблюдаем То есть Это только в этом причина Именно капитализм Перешел в свою Последнюю стадию Милитаризма И уже пространство Для сбыта своих товаров Которые реально Они не могут Никуда сбыть Потому что У них средства производства У них товары и услуги И у них теперь еще и деньги Кто же будет покупать Эти товары Значит их куда надо сбывать Поэтому они устраивают войны Разрушают цивилизации Тех людей Куда нападают А потом Брасывают туда Свои товары В пример Посмотрите сейчас Что творится Именно на Украине То же самое Летальное оружие Они поставляют Таким образом Примерно таким же Так Хотя обещал Три вопроса Но вот не могу Отказать Два раза Присылает человек вопрос Видимо очень важный Виктор 80 Из Харькова Деньги производят люди А проблема Проблема состоит в том Что они соглашаются Поменять свои труды На пустоту Банкноты Как эту проблему Предлагает решить Ваша система Все правильно Почему я объясняю Что система подковы Приведет к такому результату Когда четко сравняется Товары То есть формула Товары плюс услуги Равно деньги Будет работать абсолютно Весь воздух Останется на руках тех Кто зайдет в систему Последней Но это как раз И будут те паразиты Которые в конец нищие Ну это наш последний вопрос А Дмитрия П Вопрос в эфир Может ли Сергей Еще раз Но очень лаконично Рассказать свою идею Системы без лишней воды Как можно формальнее Буквально 2-3 минуты Ну это то же самое Что я отметил Анубису Да То есть Специально На сайте Повторяю Сайт находится По адресу Осподкова В заключении У нас есть такая традиция Когда говорящий Желает что-либо Тем, кто его слушает Сергей, пожалуйста Есть возможность пожелать Что-либо доброе Вечное Друг друга Любое начинание Которое происходит Любое новое У нас вызывает Подозрения Мы начинаем Волноваться И думать А вдруг нас В очередной раз Обманут Я хочу просто Чтобы Кто-то из вас Понял Что не все В этом мире Измеряется Именно деньгами И желанием Кого-то обмануть Что есть более высокие Вибрации Более высокие Интересные Скажем Моменты Которые Откроются перед нами Если мы перестанем Не доверять Друг другу А почему мы Перестанем Не доверять Потому что Вот эти факты Обмана Просто они Растворятся Они исчезнут И вот я просто Хочу вам пожелать Чтобы Ваши душевные Вибрации Помогли Всем остальным Людям Присоединиться Вот к этой системе Ну потому что Собственно Я говорю об этой системе И таким образом Мы сделаем Одно Единое Общее дело Создадим По сути Общину На всей нашей планете Земля Даже не говоря Об одной стране Понимаете Вот это Я желаю Чтобы у нас Это получилось Почему Потому что Впереди еще Столько интересного А мы зациклились На такой мелочи Как вот эти Распределения ресурсов Такая мелочь Впереди Такие интересные вещи Которые мы можем Развивать и пользоваться А мы застряли На этом Полпути Ну в общем Желаю вам Выйти все-таки Из тени На светлую полосу И начать жить По-новому Благодарю Итак Спасибо вам большое И вам, Алексей И всем, кто Задавал вопросы Большое спасибо За поддержку В передаче Я считаю, что Она состоялась Благодарю, Сергей Итак Всем выйти из тени Из тени Такой приказ получен Все шаг Вперед Пожелания Мудрости люби всем Хорошо Значит В заключении Стоит как мне резюмировать Я считаю, что Любой наш эфир Он будет полезен Для тех Кто хоть как-то Пытается мыслить Потому что Даже если есть что-то На первый взгляд Нереальное То это говорит о том Что надо в чем-то Разобраться В чем-то Докопаться Даже если вы видите Какие-то, может быть, слабости Это означает о том, что Ну Все мы Не идеальны Все мы люди И значит Надо в чем-то Разбираться И что-то делать Идеальным Стремиться к идеалу Хотя Многие говорят Что он недостижим В человеческом теле А само же Человеческое тело Это надо учитывать Является тем транспортом Который нас несет По жизни Из точки А В точку Б Но транспорт Сам собой Не может существовать Конечно Если там Не задана Какая-то программа И он как робот Просто катится И так далее Мы же говорим Про человеческое тело Где есть мозг Где есть разум Где есть сознание Высшее я Есть подсознание Много чего Есть интересного Так вот Если мы берем Пример машину И приравним ее к телу То получаем Такую интересную мысль Что из точки А В точку Б Машина нас может доставить Но рулить Из точки А В точку Б Должен тот Кто внутри машины сидит Тот Кто является хозяин Этой машины Тот Кто понимает Зачем из точки А В точку Б ехать И что На этом пути Надо сделать Что на этом пути Его может ждать Какие правила дорожного движения Существуют Как их надо Применять Эти знания Как надо Учиться Понимать Эти правила дорожного движения Обстоятельства Как взаимодействовать С другими Автомобилистами В кавычках И так далее Только разумный человек Ведущий Свое прошлое Тот великий опыт Который Многие-многие Тысячи лет Нарабатывали Наши предки Только такой человек Ведущий Сможет Правильно По этой дороге Двигаться Только такой человек Сможет применить Этот опыт И только такого человека Ждет в конце Удача Счастья И многое То Что он должен Здесь Получить На этой земле Вот наша задача Наша задача И моя в частности И всех участников Радио Доносить информацию Правдиво Как она есть Вызывать На разговоры Разных людей Те, которые Занимаются Историей Занимаются Прошлым Занимаются Разработкой Каких-то систем Экономических Социальных И прочее Прочее Не для того Чтобы сразу Вы прям услышали И сразу Прям побежали Брать на вооружение Потом кричали Ах, вот нас призвали И там Какую-то топическую систему Или какую-то дурацкую идею Нам подсудили Нет, не для этого Для того, чтобы Вы, вникнув в это Разобрались И уже примерив На себя Стали ее Или применять Или не применять Или улучшать Если она, на ваш взгляд Является Не совсем верной С вашей точки зрения То есть Совершенство Самому Через познание Улучшать этот мир Через улучшение Самого себя И только так Вы сможете быть Настоящим Человеком Наследником Великомудрых предков Вот на этой ноте Я хочу вам напомнить Что сегодня У нас по одному Из современных календарей 27 сентября 2016 года Вторник По одному Из старинных Седьмой день Месяца Божественного начала 7525 Лета Неделя Мы говорили На следующую тему В эфире Рецепт спасения мира Стар как сам мир Автор соведущий Сергей Колобов За что я благодарю Сергея За столь активное участие Благодарю За активное участие Всех наших радиослушателей Кто зарегистрировался В чате Напоминаю Что в чат попасть Очень просто Набираете В любом поисковике Народное славянское радио Дальше попадаете На сайт Славовмир.орг Ищите слово чат Оно там достаточно видно Нажимаете Инструкция такая Последовательная Потом Придумаете логин Пароль Указываете e-mail Главное чтобы не забыть Логин и пароль Один раз Производится регистрация После этого Вы можете пользоваться Чатом На постоянной основе Уверяю вас В чате весело В чате Очень добродушная Хорошая обстановка Обсуждаются Интересные темы И во время эфира Иногда и после эфиров Также через чат Вы можете задавать вопросы То есть проявлять Свою гражданскую позицию Проявлять Своё видение Этого мира И направлять Что самое главное Направлять эфир В том русле Которое необходимо Именно вам Для того чтобы Лучше всего Вникнуть в тему Которая обозначена Вот после этого Я уже могу С вами прощаться Желаю силу Самого Народное Славянское радио Всё нужно Всё важно Славянское радио Славянское радио Славянское радио